Бэтбум Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Это я не знаю, ты знаешь, как типа ты остался на второй год в школу и в баскетбол играешь, у тебя рост 2 метра, а остальные вот такие все бегают и ты просто разносишь. Не, ну пока что по одной игре следить не стоит. Паре парней на самом деле на этом турнире выдали не самые лучшие свои перформансы. Они сегодня проиграли не Миги 2-0 особо без шансов. Вчера аутсайдерсам. Против Майн Геймс будет уже поинтереснее, но самое интересное будет сейчас, потому что игра на вылет. Да, ну давай посмотрим сетку вообще, как мы двигаемся по ней. Не показывайте мне нижнюю, пожалуйста, уже показали. Обидно, здесь команды уже вылетели некоторые. Но тем не менее, Хлорайзерс и Сайберкэт в случае победы одна из этих команд попадет на OneMove или Project Armor. Ну и мне кажется, что там шансы будут. Да, OneMove, допустим, очень мощные, но мне почему-то кажется, что HR по силам их победить. А мне вчера OneMove вообще не понравились. Они не сделали ни одного мува, несмотря на свое название. Ну, один. Не, в игре против BadBoom я вообще ни одного действия от них какого-то активного по игре не видел после линий. А Project Armor, вот эта команда, мне кажется, весьма опасной. То есть это такая темная лошадка, которая может себя показать, и я бы их даже фаворитами назвал в последней игре. Ну, а тут явный фаворит, наверное, HR. Если они не в тильте после вчерашнего обидного поражения, то шансы у них все есть. Хотя и Киберкэтс весьма плотны. Да, ну, на самом деле, HR обидно проиграли, безусловно, но надо понимать, что нижняя сетка, и тут пусть зачастую может быть чуть попроще, да. То есть, допустим, прошли бы они там Na'Vi, попали бы в следующий матч, точно так же бы упали вниз. Но я сомневаюсь, что там восставшие из Ады два матча подряд бы выиграли. Не, могли, могли. Ну, могли, но тяжело. Мне кажется, они в очень хорошей форме. Просто, ну, в последней игре где-то там просили, вот, там Ватсон где-то ошибался на Monkey King'е, еще какие-то моменты были. Но я думаю, уроки усвоены, и сегодня будет по-другому. На самом деле, Ашера — это одна из самых неопытных команд, если вот так брать. Там Ватсон, Рейбл — это все-таки очень молодые игроки, но, тем не менее, показывают себя здорово. Такие таланты, расписание на сегодняшний день. Мы прошли через экватор до 13.37, чтобы вы понимаете. Вот настолько четко у нас все прописано, понимаете. С минуты на минуту вот противостояние начнется. И как раз OneMove против Project Armor стартанет 18.00, поэтому подпишитесь на канал, пожалуйста, следите за всеми противостояниями. И не забывайте, что у нас есть еще параллельная трансляция, там другой регион, но, тем не менее, тоже матчи очень интересные. Рекомендую открыть вторую вкладку. Ну, вот ты говоришь, Хернис не сыгранный. В принципе, они уже какое-то долгое время играют вместе. Делали одну замену. Заменили Лимитлеса на Мьеру, который... Ну, там все молодые игроки, по сути, да, но молодые игроки за какие? Топ-1, топ-2 ладдера. Ватсон и Мелоди. Приди на эту линию, ты уйдешь оттуда. Да, скорее всего, уйдешь оттуда без... С побоями, с побоями. Вот, да, так. Без нетверса абсолютно. Вы же, друзья, не забывайте голосовать в чате. Вот здесь у нас есть команда, восклицательный знак H и восклицательный знак C за Хер и за Сайберкотов. Соответственно, вот неинтересно мнение зрителей, потому что коты вчера... Ну, знаешь, как-то так получилось, что Хер не дожали, а коты, наоборот, приятно удивили лично меня. То есть сыграли прям здорово. Но, с другой стороны, там драф такой в Бостов-1, да, был вот этот Праймал Бист и так далее. Здесь такое... Мне кажется, уже не прокатит. Тут надо что-то на дистанцию более стабильное. А может и прокатить. И Бо-1... На самом деле Бо-1 это такое самое сложное, наверное. Самая такая нервотрепка. Тут Бо-3. В принципе, где-то можно там споткнуться, потом можно подняться все равно будет. Успеть. Небольшая дистанция, но можно успеть. В принципе, игра такая... С кайфом. С кайфом. Тяжело, знаешь, быть андердогом. Нет такого ощущения. Ты вот квалы проходишь с нижней сетки, попадаешь на инт, но там по большей части ты тоже в нижнюю сетку падаешь, да, там в плей-оффе вдруг проходишь. Там одно Бостов-1. В общем, все очень тяжело в команде, но посмотрим, справятся они или нет. Противостояние на вылет, и этим они интересны, на самом деле. Потому что вчера можно немного списать на ошибки ХР, на то, что, знаешь, они там в верхней сетке, могут тебе что-то позволить. Нет вот этого страха, что мы сейчас вылетим с квал. Сейчас, по логике вещей, он должен быть, и главное, чтобы этот страх их немного не задавил. Потому что у сайбер-котов другая история абсолютно. Они изначально в плохих условиях, и они пока выбираются. Но у нижней сетки свои плюсы. Ты с каждой игрой набираешься уверенность. А с верхней сетки ты упал, ты такой уже, блин, как так? Мы проиграли. Ё-моё, что-то не так. О, пики бана, кстати. Уже? А по нижней сетке с каждой победой ты просто на ступеньку выше становишься. На ступеньку увереннее такой. Просто уже альфач идет под конец. Кто там в финале к волкам не пришел в гости? Здравствуйте. И здравствуйте. Там спокойно можно побеждать, мне кажется. Что, ферст пик будем угадывать? Я думаю, ондайн взлетит. Ну, ондайн-кенигма есть из таких базовых героев. Из базовейших, я конечно сказал. Я бы заметил еще, что ДП обрывается в мету. И Бэтрайдера я сегодня видел. Я вчера думал, что он будет почаще появляться. Вот сегодня Немига начали его в первой фазе брать. Очень сильный герой. Вообще флексить можно на 2-3, по сути. Ну, идеальный герой. Ну, даунбрейкер. Вот многие команды предпочитают изначально. Когда у тебя тройка, видимо, на этом персонаже играет. Это вообще такой, ну, полезный чар довольно. То есть его много с кем можно практиковать, брать. Под того же Войда, да, смотрится идеально. Просто купол ставится, туда ульта. Войд едется, вообще его не убить. Со многими персонажами сочетается. И очень как-то это даунбрейкер мощная на линии. Вот постоянно это видишь, знаешь, как она быстрее абонент тапает второй, пытается задавить под вышку, кого-то убить. Здесь визаж, я так понимаю, вообще по сигнатуркам. Да, сигнатурный, да. Ну, вообще даунбрейкер, у него винрейт, наверное, одна игра из пяти она выиграла. Герои, его как-то неправильно берут, что ли, или неправильно исполняют, или герой слабый, потому что, ну, берут героя, нету ни одного стана. То есть подо что ему лететь на ульте? Если ты только хочешь реактить на действия врага, ты изначально позади. То есть ты сам не можешь ничего сделать. Нужно пытаться строить свою игру. Мы вот с тобой обсуждали как раз до начала этого матча пик x3. И там тоже странно, там и даунбрейкер, и скаймак, герой, который требует какого-то дизейбла, желательно вообще ауешного, там типа купола, или вроде того. А здесь, ну, ничего не было абсолютно. Но пока раздрафт интересный. То есть забанили метвы героев. Мне кажется, ДП тоже сейчас врывается потихонечку. Деспрофит, она просто заполняет собой, ну, много разных факторов. Она и тавер дэмэдж вносит, да, и спокойно линию стоит, и вроде как флекс. Хотя вот на мажоре вечно все аналитики говорили про флекс, но ее постоянно брали чисто на три. Не, ну, вчера вот как раз Рейбл играл на ДП в миде, и очень-очень уверенно на ней сыграл. Ну, походу, команды что-то друг про друга знают. Кстати, вот Егор Мидер, Киберкетс, у него есть свои сигны, такие супер неприятные герои. Он на Розоре, на Вайпере в миде всегда может выскочить. С кайфом нереальным. Но посмотрим, будет ли его. Бан бы трайдера. Шарят ребята из Сиберкетса, по всей видимости. Ну, я бы брал, не думая, Энигму, либо Андаинга. Другое дело, что могут Витра и Верны закрыть. Энигму, Энигму. Энигму не боится Андаинга. Давайте, ну, Виверна вообще топ. Она не дает этот Блэкхолл ставить никогда в жизни. Можно Рубика пикнуть, если есть исполнитель. Это все да, но, но. Энигма — это герой, который линию выносит, и очень неприятно будет играть. Виверна в этом плане не помогает. Вот Варлок вчера был, мы помним, и как-то там Блудтигер такой в слезах ушел в лес. Пятый левел, еле-еле шестойных обатил, в итоге Пангич катался, Желинкук его в Руптуре купил. Посмотрим, что тут будет. Может, что-то придумали против этой Энигмы, раз ее так отдали. Все-таки герой, ну, такой уверенный. Ну, пока из того, что я вижу, это явно не скриптовые драфты. То есть команда прям думает. Андаинга взяли и дополнили... Ой, Праймал Бестон. Ну, тут коты респект, на самом деле. Вот они, андердоги в этом противостоянии, они вообще забили на эту Энигму. Говорят, мы будем играть в свою игру. Взяли Зомби, взяли Праймал Бестон, на котором вчера ДК Фогас отыграл великолепно. Причем, знаешь, такую игру показал, где на линии все было шикарно, НК БКБ, начал ворваться, опять вносить импак. Он набирал мидгейм, он не просил, он набирал, будем говорить. Своими именами будем называть. Марси. Ну, Марси Энигма — это базовейшая дабла в Афлейн. Кто у нас так? Ну, кстати, X3 так играли. Это вот постоянное убийство на линии обычно. И андаинг не спасает. Да-да, от этого мало что может помочь. Гилгир, кстати, на Марси неплохо так играет. Вот Мейеру на Энигме я еще не видел, скажу честно. Вчера они играли с ней? По-моему, нет. Они играли, играли первую игру, там Энигма Чен были, они ее уверенно выиграли. Да, как раз первая легкая. Ну, там куча была суммонов. Как ты сейчас знаешь, если ты берешь много суммонов, довольно просто задайвить становится. Оппонента быстро падают, ломают с товара. И вообще я так заметил, что если ты там быстро не можешь открыть бота, а оппонент это делает в топе, то у тебя как бы игра очень тяжелая становится. Слишком мало мест для фарма. А сейчас после патча мета немного свичнуло. Сейчас у тебя всего два глифа на внешние вышки дополнительных. То есть у тебя было три на каждую-то один вышку. А сейчас два за каждую первую потеряно. То есть ты проще можешь забирать карту. То есть ХГ сложнее стало пушить, но территорию забирать стало проще. За счет этого Энигма Чен в этой мете очень-очень актуальна. Да мне кажется, сейчас вообще не стоит там ломиться на ХГ. То есть я все чаще вижу, когда команда, значит, с Аедисом заходит на ХГ не чтобы снести, а чтобы сместить оппонента просто туда. Все делают ТП, все, мы фармим всю карту, они три линии, у нас еще лес дополнительный. Нужно, знаешь, как на зиму замариновать их на базе просто, и потом уже при натворсе, так сказать, вкусить планы. Ну, Бристлбэк бан, наверное, Монки Кинг какой-то тоже может отправиться в бан. А почему Войт, кстати? Классический, а Войт, почему? Странно, ну просто есть уже Энигма как-то, Энигма Бойт. Ну, наверное, это хороший герой против Беста на линии. То есть он отпрыгивает, он дает делейшн, тут сразу медленно так вот это вот трэмпы устраивает. Мне кажется, Джаггер еще неплохо относительно. Да, Джаггер хорош. Особенно с Шардом, как бы ты на него прыгаешь. Да, есть ульт как бы неприятный, но Джаггера ты под один ульт не убьешь, он потом уползает от тебя. Нет, Джаггер точно хорош. Он и там бы может крутилочки там распилить, в принципе, и дэмэдж в это время выдавать еще. Ну, сейчас бан от Хеллрейзерс, и какой-то герой вот против Энигмы нужно подбанить. Я из таких помню Манки Кинга, кто еще хорош, может Тинни Кири, не, не знаю, не уверен, Свен какой-то, не, тоже плохо. Свен, да, он такой. Ну, его всегда берут, типа, сплэшом, сейчас буду фармить Эйдалонов, а по итогу Энигма просто этих Эйдалонов отводит назад и сплэш не достает. Да нет, проблема в том, что Свен нажимает БКБ и ловит Блэхолла, ничего не может делать. Это герой, который бьет 9 секунд. Сикера подбанить решили. Это, возможно, выход в Пангольера. Ну, и Киберкэтс тоже могут взять Пангичу, он неплох против Энигмы по игре. Он всегда может купить башер, всегда убивает этих Эйдалонов по игре. То есть это классный герой против Энигмы. Пока прочитано, бан Джигернаута залетел у нас. Интересно, что еще там остается. Вообще, с чего будут открываться? Ну, часто у нас мидеров на ласт пик берут в нынешнем месте. Очень редко первую позицию оставляют, потому что если ты оставишь на ласт пик, у тебя просто всех героев перебанят. Ну, тут, на самом деле, Киберкоты у них будет 15-й пик, то есть открывающего 2-й. По бану Сикера можно подумать, что враги хотят взять Пангич, ты можешь его украсть. То есть что-то такое придумать майнгеймсы на пиках, игра на опережение, так сказать. Как-то так получится, знаешь, Пангольер, получается, мид, здесь Праймал Бист. Какого-то прям хардкерри тогда надо брать или около того. А Пангич он и влейт нормально скеллится. И бист, как мы заметили на квалах, в принципе, неплох к лейту, когда у него даггер появляется, БКБ, там еще что-то. О, водичку. Водичка — это сигнал. Ну, вчера Ватсон на водичке нормально сыграл, но проиграл Пуджу. Пудж все-таки, это все-таки Пудж. Пудги — это пиджак. Ну, кстати, пиджака я бы хотел здесь увидеть. Ну, не снизу, наверное, потому что там Night Pulse, Black Hole, все, пока. Ну, как бы хук не нажать, на самом деле. Против зомби он еще тоже в процентах как-то бьет. И против Энигмы, против Эдолонов как-то тяжело. Не знаю, тут не для Пуджа игра. Но посмотрим, может быть, и для Пуджа. Что у нас вообще из мидеров остается, кстати? Ну, все спириты есть, то есть темпер довольно хорош. Но нужно сверху то, что ломает Томбу однозначно. Кто это может быть? Снепка, которая редко у нас появляется в последний момент. Алина, кстати. Алина мне нравится, да. Мид вообще тоже. Магическая Алина вчера от Нунчика была. Я прям... О, вот, я тебе говорю, это гении. Они просто, они сверху. Вот кто-то берет Виверму... Нет, первый левел — забивать Энигму. Второй левел — это брать Виверму. Третий — это Рубика. Четвертый, знаешь, забанить ее, вот, чтобы не париться. Как нам вчера советовали. А вот и слоник подъехал. Нет, ну, мне кажется, Рубен сейчас мега хорош. То есть пикаются такие герои, как Диспрофит, Undying, как бы... А Рубик, на самом деле, напротив Марси очень хорош. За счет пассивки ты можешь чуть ли не через полкарту как-то схватить и за спину себе кинуть братишку вражеского. Да, и тут, кстати, еще и... Ну, вообще вкупе, то есть у тебя есть телекинез, и у тебя есть Праймл Бис, который хватает оппонента. То есть ты реально можешь там чуть ли не 6 секунд врага держать. Это очень сильно, очень жестко. Пикается Дазл на подсейв. Ну, Дазл довольно метовый персонаж, круто. Возможно, какой-то Пэл под Дазл, который и Тамбу может ломать, и Рубика там с копья кидать, и Рубику уже неприятно. Пэллу не больно на линии, я вот думаю, будет? Ну, больно, но он с допелем может как-то пробовать уходить. Но это все на скилле надо делать, знаешь. Ватсон и Мелоди, они топ-1, топ-2 ранга. Должны на скилле как-то переигрывать. Ты копейки кинул или направил, там уже хильчик зашел. Этот бист уже сам удивляется, почему так больно. Лина. Ой, это красота. Не, мне пока пик сверху очень нравится эта Лина. Ну, с другой стороны, если все будет плохо на линии конкретно, хотя как Лину загнобить в виде, это невозможно практически. Вивера взяли. Вивер хороший герой. Против Нигмы, кстати, такой, знаешь, мобильные коры всегда неприятны. Его не поймать просто. Да, да, да. И тут нет такого, значит, точечного дизейбла. То есть, чтобы Марси схватила Вивера, это, мне кажется, вообще невозможно. Тяжело, тяжело. Если ты грамотно играешь, у тебя есть Вижен. А тут Вижен должен быть, и вроде как Праймал Бист вырывается вперед, зомби там ставит. И Войт уже в бане неприятный, который вот самый такой контрпик Вивера по игре. Хотя какая-то еще дровка может появиться. Я ее ни разу не видел, не знаю, появится ли она, но против Вивера она была хороша зачастую. Сайленс на километр, да, ты не можешь подбежать, тебе надо БКБ тратить, чтобы у него ворваться. Она еще пику какую-то собирает обычно. Ну, вот, кстати, пак. Причем, мне кажется, что пак, ну да, сверху его уже нельзя взять. Просто Лину, наверное, ставить на единичку, это прям совсем такая себе идея. Нет, нет, это грубость какая-то. Против Праймал Биста там она не выживет. Ну, просто Квапу же ставят сейчас условно там. Ну, это редкость, это скорее исключение. Вообще Лина, вот, я вижу Лину, я очень хочу магическую Лину увидеть. Я вчера видел, как Нон играл, мне не очень понравилось его билд, скажу честно, потому что шард покупаешь до Аганему, он даст тебе больше, а стоит супер дешево. То есть это ты тратишь меньше, чтобы получить больше. Вот, возьмите на вооружение. Шард на магической Лине нужно брать как можно раньше. Что вообще против Вивера хорошо по игре? Ну, кто-то нужен с дизейблом, правильно? На керри. Может, ЦК, но ЦК как-то в последнее время такое. Да, его вообще никто не берет. Плюс Вивера потом шарф купит, и там иллюзии будут умирать довольно быстро. Да и зомби есть. Ну, такие противолиновые мидеры забанились. Инвокер, Пак, они оба неплохи. Но мне нравится ПЛ, если честно. Он и Тамбу бьет, и Вивера там как-то с этими жуки непроблемные сразу умирают. И мана выжигается как-то. Но это опасный пик все-таки, это такое. Надо исполнить. На скилле, чисто. На скилле, да. Такой оп-оп на переигры, чех. Не, ну, игроки скилловые, я бы сам сказал. Хотя вот этот топ ладера, как бы ты в ладере показываешь отличные результаты. Вообще сезон классный, катаешь, попадаешь на квалы, и ручки худуном ходят, и тяжело. И ладно, когда ты с опор, то у тебя ондайвинг, там как бы, ну, тяжело что-то не так сделать. А когда у тебя там ПЛ условный. А ПЛ, кстати, сигна Ватсона. Реально ЦК, а рискнули. Ну, мне кажется, ПЛ лучше был, если честно. ЦК, кстати, ой, ПЛ самая сигна Ватсона. Я помню, мы играли с ним в В8 какое-то время назад. Давным-давно тогда это было Гиперсигна. Гиперсигна Ватсона. Зюз. Вчера Егор на Зевсе, кстати, уже играл. Это герой, который против Лина хорошо постоит. На шестом левеле ЦК или Энигма могут просто откиснуть от ульты Зевса, потому что там постоянно харас будет. Зомби всегда делают лоу-хп героям с этих дикеев. И бист этот всегда топчет там кого-то. Посмотрим. Хороший пик у Киберкэтс. Помнишь, мы вчера с тренером общались с Аберокотов, и он сказал такую вещь, что Зевс, он просто в лейте заставляет тебя жать две БКБшки, условно, или три на корах. Потом приходит вот этот Вивер, этот ДК Фогас, который прыгает, и сделать против них что-то тяжело. Но я как-то верю в Холл-Рейзерс именно в плане исполнения. Мне кажется, Рейбл сумеет. Ну вот ЦК сложно. То есть, с одной стороны, крутой герой против Вивер, да, потому что если ты где-то подставляешься, тебе там влетает, и все, ты умираешь с одной тычки. Знаешь, Вивер всегда купит Селин Куба, КБ или Манту, что-то из этой троечки, и ты уже не боишься КАТамстанов. Только Энигма проблемная будет, и если как-то не подставится под Блэкхолл, ты не умрешь, скорее всего. Хотя Лина, вот Лина покупает Лотар, зачастую, вот против Вивера. Так, опа, тут у нас кафе. 1.26 на Холл-Рейзерс, 3.60 на Сайберкэтс. Ну, друзья, можете испытать удачу, так скажем. Вы уже видели пики, коэффициенты примерно такие же, как были до противостояния, поэтому ставьте. Пока что счет 0-0. Ну, кстати, на Батболм там уже не обязательно ставить на весь матч, можете на отдельную карту. Если вдруг тут пик не подходит, можете там на следующую залить, допустим, почему нет, на какие-то там события противостояния тоже, почему бы не испытать, так скажем. Ну, мне пик у котов нравится, я не знаю, 3.6 на них такой дают. Тяжело. Я бы, может быть, рискнул, но я не ставочник, так что. Помнишь, вчера Х3 играли, они там тоже же Андердогами были, на них КФ3 давали, и я на них, типа, сделал предикт просто из-за пика. Вот тут вроде тоже хочется, но что-то верится в HellRaisers как-то нереально. Но мне ЦК не особо нравится, честно тебе скажу. Мне кажется, ПЛ намного больше делает, чем... Ну, ЦК против Зевса просто. Такой герой, знаешь, типа, если ты не добираешься до Зевса, то он с шардом уже каким-то эти иллюзии вот так вот, типа, они просто исчезают. Да, но сейчас иллюзии у ЦК, они же такие больше на фармах, там чаще нажимают, чтобы тебя там не задизейблили, то есть на тебя идет вот этих 3 киоснайта, непонятно, что делать. А у нас с тем временем начинается матч. Можем прыгать туда, посмотрим, что будет по рунам. Возможно, кто-то захочет сделать ферзглад. Классические смаки на первом левеле. Возможно, будет стычка, все идут в сторону топ-руны. Смотрим. Ну, сильный, слушай, ХР-то там нормально. Подстанчик Лины, можно кого-то развалить. С другой стороны, тут Андайн, который не брезгует иногда томпу брать, если прям за рубы 5 на 5 начинаются. А видят Зевса, по-моему, на... А, это... Это Егор. Егор просто так не подставится. Да, в кусиках стоит. Плохого человека Егором не назовут. Плохого игрока тоже. Возможно, знает рейндж вот этого вот варда и подозревает, что там может быть вард. Но уже идет ДК Фогас. Возможно, сейчас будет нереальная заруба. На самом деле... КФ пока что 1.38.3, друзья. Не забывайте, залетайте, получайте 100% на первый депозит. Он вам явно понадобится, потому что заруба жесткая. ДК Фогас все-таки уходит. Преследует здесь Гилгира. Гилгира, кстати, не уходит. Этот фраг может быть еще и для Шрецу. Догонит своего оппонента. Да. Легкий Феросблад. Ну и... Несмотря на то, что Хэллорайзерс вроде сильны на первом левеле, но тут как-то ДК Фогаса слишком жестко пробили изначально. Он сумел убежать, а у Марс такой возможности не было. Не, ну Хэр может быть и сильный на первом, но Киберкэтс на первом просто гиперсильны. Там и Бист вот этот, и Зомби по четверым ДК просто... Лезьев сможет поспамить, у них очень много дэмэджа. Нет, ДК там вообще нереально залетели. Единственный плюс, что у ЦК там 4 стика, по-моему, да, уже заряжены, или 6. То есть приятно с этим идти на линию. Да, такой себе бонус, когда убили на Феросблад, если что. Там еще и сентри сразу поставили, вард сняли. То есть большое преимущество уже такое, знаешь, приятное. Это плюс бы процентик уже перекинул бы в их сторону, как минимум один. Я вообще, если честно, попробовал бы на месте Хэр пойти сейчас в бот и забрать ДК Фогаса. Потому что он потратил телепорт. Убить его, мне кажется, можно под Марси, там, под ЦК, как раз и Дазла. Ну, просто тратить все ресурсы, он без ТП, в итоге приходит. Вадсон уже там третий левел или около того. Что у нас по сравнению мидеров здесь? Ну, вот такая статистика у Раибола, в принципе, достойная. И я в него очень сильно верю. Да, он как минимум не проигрывал на линии, это еще. А чаще... И даже не умирал на ней ни разу, скорее всего. Ребят, ну, жестенько. У Егора статистика, наезде, все хорошие. Мы с тобой его уже видели на этом турнире. Там было Best of 1, и это, мне кажется, показатель. Если тебе в Бу-1 берут этого героя, значит, ты прямо на нем хорош. Это хэштег уверенность называется. Так, ну, Вивер против Энигмы. В принципе, пока что нормально стоит. Но Энигма где-то левел к третьему начинает разгоняться. Быть такой, знаешь, занозой. Такой плотный прям, когда Эдолона уже не такой долгий кулдаун. Ее же нерфили много патчей подряд. Там ей постоянно кулдауны Эдолона поднимали. В начале. И там только левел к пятому, наверное, у тебя стабильность Эдолона и так далее. Ну, типа и при вызове, и при заканчивании. То есть сможешь сразу вызвать. На боте же у нас пока, ну, какой-то доминации, откровенно говоря, нет. 6 на 2, и Праймл Биз даже хорошо стоит, с учетом того, что он прилетел на телепорте. Пару крипов изначально пропустил. Много стиков у Киос Найта будет еще больше. Потому что Рубик — это герой, который любитель там поспамить. Вообще Рубен — такой персонаж, которому нужно нежадного героя на третью позицию брать. Потому что он постоянно эти болты закидывает, подфармливает. Ну, он только рейнджей забирает, знаешь. Он такой, он вроде жадный, а вроде и справедливый при этом. Да ты смотря какой игрок. Ну, вообще Праймл Бист на первом ловле ему пришлось взять первый спелл, которым он убежал от атаки. И это, возможно, ослабило его на линии. Так бы снизу, возможно, у ЦК не было бы такой сладкой жизни. Но вышло как вышло. В принципе, я думаю, они не против. ЧТУ гоняет здесь двоих. Пытается двойные ДК закидывать и так далее. Есть Томба, пока первого левела. Хочется, наверное, третье получить, и там можно будет уже кого-то задавить. Я причем даже уверен, что они нападут под третье от Ичдуа. Почему бы нет? У Вивера очень много урона. Замедление с Томб рабочее. Ты постоянно эти ДК закидываешь. Вивер, кстати, урну себе собрал после Фернс Блада. И мне кажется, вот это прям то, что может засноуболить очень сильно. Ты делаешь один килл на Гелгире, и потом можно уже на Энигмы спокойно нападать. Мне кажется, проще сделать килл на Энигме, потому что у Гелгире все-таки там прыжок какой-то есть, у Энигма нет таких возможностей. Но они будут нападать, скорее всего, по третьей виверу. Он, может, даже возьмет первый спелл этих свармов. Да, но жуки сильные на самом деле. А без жуков как-то сложно убить. Зомби еще сразу взял этот скиллпоинт в Тамбу. Не стал думать даже. Может быть, с хильчиком как-то можно было подумать. Так, решили заблочить Small Camp. Надоело им то, что Мелоди пулит. По-моему, Мелоди получилась, да? Да, да. Да, он уже одну качку там подразыграл. В итоге Ватсон по XP немного вырвался вперед. Это здорово на самом деле, потому что ДК Фогус, он, как мы помним, начинал вчера доминацию именно левела с третьего. Но здесь тяжело будет, потому что у Ватсона имеется стан, имеется сейв от Мелоди. И мне кажется, если ты врываешься, ты врываешься в один конец. Здесь Майора, кстати, заставляют поражать Телепорт. Это очень грустно. И там, по-моему, нету фласки. То есть, смотрю, он хилится чисто тангусами. И можно все ресурсы всадить, чтобы его забрать. Единственное, что тут Томба, и Томба попытаются разбить. Вивера будет ли ее сейвить, или попытаются ли заденать? Нет, плюс 125. Да, да, ну сейчас на самом деле ХП реген чуть-чуть проще, потому что эти крипы, знаешь, флагоносцы появились, которые регенчик добавляют. И, в принципе, и вышка рядом, ты, и Нигма все-таки, у тебя линия всегда под вышкой. Денает сейчас... Ой, как же неприятно против него на линии стоять. Я каждый раз вижу это, и мне больно. Благо, я смотрю, а не играю. Да, да, да. Сейчас патч как раз, чтобы смотреть, а не играть, мне кажется. Потому что там на изи-линии стоять очень неприятно. И, мне кажется, вообще важно именно на саппортах делать какие-то киллы. Даже в размен выходить, возможно, невыгодные для себя, но чисто лутать эксп. Потому что без экспы до шестого ты добираешься сложно. Причем, если Undying, допустим, все равно на свой ультимейт, ты там уже даст лу, да, к примеру. Ну, нет ульты, нет. То там Марс хотелось бы получить. Рубику в особенности. Да, да, это все язык факторов. Бо, попадение от лица. Ватсон станет его. Так, видимо, Вивера от Шигетсу. В принципе, много игр он на нем сыграл. Винрейт неплохой, когда хороший, я бы сказал. Возможно, сигнатурка его. Не, мне кажется, кстати, Шигетсу многие недооценивают. Такой довольно перспективный парень. Интересный. Хотя, с другой стороны, смотришь на ХР, там тоже вот эти молодые ребята. Тот самый Ватсон, на котором, возможно, у нас тоже имеется статистика какая-то, что у него здесь 50%. Но КДА 7. То есть это либо он 2 игры сыграл очень круто, либо одну прям засолил в ноль. Ну, блин, за 2 игры проще, когда набить, скажите так. Там за 14 все-таки было. Так, я в смысле сбился. А, вот и фраг. Вот и урна для Вивера. Он тут же ее использует. Бежит за Майера вдаль. Ну, под Т2, наверное, не стоит пушить. Но это четвертая для Шигетсу, кстати. Загрил себе крипов так, попробовал Майера, чтобы экспу какой-то получать. Все-таки третий левел всего на Энигме. Там, конечно, топ-линия непростая для HR. Ждал я, что будет им чуть-чуть проще. Но, возможно, это заруба на первом левле, где у Вивера сразу плюс шмотка, плюс ФБ. Это все решает, роляет в таких ситуациях. Но снизу вот мы видели попытку Трэмпла от Дакофогоса. И Трэмпл был взят только на третьем левле. Он левел один был, когда вот этот вот топ-теж пошел. Потому что из-за этой зарубы все на первом левле. Все вытекает. Так, напали на Майера. Оп, еще один зариатурный, кстати. Но это, видимо, чтобы Майера просто отогнать и забрать Гилгира спокойно. Он пытается убить HDU. Если получится, будет замечательно. Ну, слушай, это, конечно, очень круто для Вивера. Но приятно, что Гилгир хотя бы X получил. С другой стороны, Энигму тоже там догрызли жуки. Там подуль Дивса напали. Очень круто. И сразу фраги по всей мапе. Вот вам и Киберкэтс, которые считались эндердогами в этой паре. Показывают очень уверенную игру. На линиях, по крайней мере, точно. Ой, здесь Рейбл под ДД. Если бы станил, кстати, Егор, то забирал бы того. Прилетает сюда Undying. Забудит, видимо, Боттл. Да, у Егора фулл ресурсы имеются. И это здорово, потому что без Ресов непонятно, как бы он эту линию дефал. Там все-таки катапал, дабл дэмэдж. Залетает плотненько. Мелоди сюда тоже подходит. Готов шадоуэйвы закидывать нападение на Undying. Undying очень-очень больно. Буквально одна тычка остается. И Чдо выживает на 10 хп. А вот Рейбл, то, что уйдет, это далеко не факт. Однако контратака со стороны Гилгира. Ловит здесь Фейзера. Ставится Томба с другой стороны. И вроде как все уходят. Все, знаешь, герои потратили кучу ресурсов. Все ульты там Томбу отдали. Но никто никого не убил. Но все там на стиках как-то по-хитрому выжили. В итоге вот этот заруба в миде на 6-й минуте. Кстати, вот ты сказал, в топе убили зомби здорово для Мейера. По факту это вышло супер минусом. Потому что Зевас был без ресов. Лина с ДД, если бы ему не зарядили боттл, это тот зомби, который откис в топе, у него бы просто упала вышка, скорее всего. А так смогли пережить это нападение. Повезло. Повезло, что зомби фиданул вовремя. Тактический фид получается. Да, да, да. Не, ну у Вивера все очень круто. И на самом деле то, что его сейчас оставили одного на линии, это приятно. А вот то, что оставили одного Ватсона, это такое себе. Потому что его довольно жестко дамажат. Но все-таки Киос Найт, это герой довольно плотный. Грамотно, что Ватсон особо стики не тратил. То есть у него 19 зарядов. В случае нападения всегда можно в контратаку какую-то пойти. За счет критов он на линии не проседает особо. Крит дает все-таки дофига лайфстила. Он их, по-моему, подмакшивает. И в итоге чувствует себя очень уверенно. 20 тиков на любую атаку. Он готов среагировать, подраться в ответ. Так что там просто так на него не напасть. Лина уже с Фалькон Блейдом. Популярный итем нынче стал. За счет нерфа такого сулринга. Походу будет все-таки ближе к физической линии играть Ребл. Выходит уже в тревела. Вчера Нунчик играл через Аркана и выходил в линзу. Прикольный билд. Я энтузиаст магической Лины. Скажу честно. Ну против Вивера здорово, на самом деле. Потому что под какой-то стан ты попадаешь. Это там, да. Если особенно, если у тебя есть Шадоу Блейд к этому магическому билду. То все, Вивер откисает. А вот с руки не факт, что получится пробить. Тут томба такая на стиле H2O. Чисто по идолонам, знаешь. Ли, похоже, что за эту томбу он поплатится своей жизнью. Потому что здесь нападение со стороны Гилгира. Много демеджа делает идолон. H2O довольно больно. И этот Undying тут же откисает. Можно еще нейтральных крипов здесь позабирать. Но у Вивера очень все хорошо. В отличие от Рубика, на которого тоже идет нападение. И небольшая камбэчная со стороны восставших из ада. Там убили саппорта и здесь тоже. Хэр наносит ответ на удар. Вообще тамбу он в топе ставил, чтобы стак этот законтестить. Но он как-то нагловато ее поставил. То есть слишком близко к Энигме. То есть идолоны могли ее зафармить. Поставив немного за нейтралов. Вы зафармите этот стак, и к вам не подойти. Ошибся, ошибся немного H2O. На зомби. У Ватсона все вообще неплохо. Хотя Вивер... Блин, Вивер я сейчас посмотрел на Творца. Куда-то в космос улетел уже. Так сейчас молнии будут, и он будет крайне опасным. А с учетом того, что мы с тобой обсуждали, его тут нечем особо ловить. Хотя вот я думаю, что Гилгир ждет этого тайминга. Когда там Шикуча будут потрачены, чтобы напасть под Блэкхолл. Почему бы и нет? Зомби в этом плане такой себе сейвер. Он может тебя, конечно, подхилить. Но хил в один. Здесь, кстати говоря, Гилгира преследует H2O. Тот самый сапики пятого левела на девятый. Это приятный момент. Рубик здесь Блэкхолл. Рубик поднимется, бьет. И все-таки убьют здесь двух героев, скорее всего. Потому что сместился еще и Егор. Минус один. Будет ли чем-то сбить ТП? Нет. Энигма улетел на 10 хп. Но это было очень опасно. И какой же ультимейт. Ой, какой тиль. Там Энигма отхилился уже практически. Причем, мне кажется, если бы он купил Феррик, успел, возможно, он бы выжил. Забыл про Зивса, может быть. Но я бы отметил Киберкэтс. Они знали, на что они идут. Забайтили. Рубик заранее прилетел. Ждал уже этого Блэкхолла. Так. Интересный факт. Нам подлетел. Игроки Киберкэтс занимают сразу 4 первых места по количеству киллов и ассистов во втором дивизионе. Это команда убийц. Команда убийц. Они готовы всегда за фрагами гнаться. Как раз такие герои. Видишь? Вивер, Зевс. Такие герои-киллеры. Они не хотят их оформить. Так Праймил Бис тоже такой. Да, да, да. Они все работают в корпус. Пока получается. Мы привыкли видеть, как Энигма сносит Т1 довольно быстро. А здесь, обратите внимание, Т1 у самого Энигма упадет, скорее всего, в этой игре. Потому что Вивер по КД пушит линию, подходит, там дает пару тычек. Поэтому вышке довольно больно. Ответить нечем. Идалоны падают за долю секунды. За счет того, что есть Андайн, который там Томбу не брезгует ставить. Просто 24 на 7. Ну, вот такую уверенную линию взяли в легкую. Отдали эту Энигму, но взяли что-то такое, знаешь, заготовочкой попахивает. То есть Вивер, Андайн, которые разнесли эту линию. У Вивера 6 тысячных творцев почти в два раза больше. Ну, по сути, почти. Приблизительно, вы понимаете. Мне кажется, надо линии или Дазл сместиться в топ. Потому что там катапа. Вражескую катапу Мелоди довольно легко, ой, по прощению, Мейера довольно легко съедает. Да, и можно вышку подпушивать. Но здесь почему-то никто из героев не стянулся. Андайн вообще тэпается в бот. Вот, возможно, будет какое-то нападение. Либо в смоке варда расставит, я не знаю. Ватсон тут тем временем пытается прогнать Декафогаса с этой линии. Просто пробить его как-то. Убить катапу, что очень важно. Полетели на него по Т1. Не боится дайвить, кстати говоря. Довольно больно здесь Ватсон. У него 20 тиков, я напоминаю. Если реальти рифт, можно замедлить героев оппонента. Приходит сюда Мелоди, дает осейвить ТП. Сбеги с чем, но болт уже потратили. И это очередной момент, где Егор позволяет своему оппоненту улететь. Но на всей моменте не было еще ульта, чтобы добить на базе. Я думаю, Егор вообще болта нет. Он его, оказывается, потратил. Но мы видим, как же давят эти киберкэтс. А Вивер? Вивер в топе стоит, его нечем выгнать. Нет нормального стана у HR. Блэкхолл потрачен, нечем зацепить. Просто Вивер может там бегать. Троллить их, по сути. Куда же ты потратил свой болт, Егор? Егор! Нельзя, нельзя так тратить. Ой, а можно ли тратить Блэкхолл, которого нет? По всей видимости, 50 секунд еще кулдаун. Какой же он долгий, я не знаю. Елгер пытается спасти своего Энигмы изо всех сил. Но там ульзивса прилетает. Рубик с ворованными способностями неплохо справляется здесь. Рейбл, конечно, оформляет размен. Но здесь уже Праймал Бист. А Рейбл не то чтобы с маной, если что. И отсутствует Лагуна Блэйд. Поэтому будут преследовать до Талава. Стан под себя нерабочий. Рейблу будет сейчас больно. Елгеру надо спасать. Дизейбл хотя бы кого-то. Сам отпрыгивает отсюда. Полетели молнии. Рейбл спокойно убегают. Блин, Шигетсу мог подблочить. А ДК Фогас мог не показываться. Из кустов закастовать эту свою фигню. Этот свой разбег. Чуть-чуть не доиграли киберкетсы в этом моменте. Но темпа не держит. 3000 уже ведут. На 12-й минуте приличные цифры. Мы с тобой говорили о том, что драфт такой уверенный. Уверенный, уверенный. Ну, может быть, будет какая-то ошибка от Шигетсу в этой игре. Знаешь, потому что на Вивере всегда так игра выглядит. Если ты не умираешь, то здорово. Потом одна смерть. Миллион голды оппонентам. Вивер-герой, который не прощает ошибок себе. Мелоди тут вышел во двор. Здравствуйте. А его уже и караулят. На сей раз болт не тратят, кстати говоря. Поймали здесь Дазла. Убьют налегке. Можно тавр, кстати, продамажить. Стянуть сюда героев. Как минимум, почему бы и нет. Да. У Рубика уже почти линза, мы видим. У него осталось, по сути, там 200 голды до линзы. У Девса тоже все неплохо, вроде как. Бист будет за боковая. Бист большой. Да, да, да. Все коры выглядят уверенно. Суппорты тоже. Плюс-минус с кайфом играют. Попытка разменять мид тавр на топ. Это прям выглядит слабо, честно говоря. Именно в плане игрового импакта. Потому что Нигма очень быстро обычно забирает Т1. А здесь в размен отдает. Причем на мид вышку, которая одна из самых важных в игре, понятное дело. Ну, БКБ. Праймл Бист будет врываться вперед. Зевс подраться никогда не против. У Нигма пока дела там идут ну так себе. Будет врать спак только потом блинг. И можно будет в кого-то прыгать. Но когда Зевс против тебя катает, дать какой-то уверенный был колд и ВС Рубика очень сложно. Кстати, Нигма решил безурно играть. А мне в этой игре вот против зомби, когда играешь, знаешь, всегда хочется купить этот вес. Потому что эти бесконечные хилы там по 5 секунд кулдаун с весом намного проще играется. Но тут у них была линия такая, знаешь, просевшая. И не верил он в то, что они будут делать фраги, возможно. Так, Смок от ХР. О, красота, Фезер. Ну как же он играет. Если еще убежит, это будет вообще... Бежит, бежит. Праймл Бист здесь. Да, убегает. Как красиво. Развервило Смок. Будет еще и контратака. Нападение на Алину здесь, под Ульзивца. Дэмэджу много залетают. Убили одного из саппортов. Проибла преследует Даталова. Но он вроде как выживает. В очередной раз спасает Травала. Но есть Блэк Холл. Поэтому давить очень-очень опасно. Тут Мэйра стоит в кустах. Мейн Миднай Пульс под себя. Блэк Холл сумеет ли как-то закастовать? Убили ведь Рубика. Можно и попытаться. Но погиб уже Дазл. Никакого сейва не будет. Блэк Холл здесь дать явно не выйдет. Минус два героя уже. Ватсону тоже проблематично стоять даже под своей Т1 вышкой. Т2, прошу прощения. Минус четыре в размен на одного Рубика, который еще и Смок разревилил. Да, очень круто играет Киберкатс. Просто разнос какой-то. И команда была наготове, развернулись. Алина не было в драке, по-моему. Он изначально был, но потом понял, что пора уходить. Но команде забыл сказать, возможно, об этом. Команда решила подраться. 2 900 демеджа. От твоего Кора, чтобы ты понимал. То есть это жестко. На 15-й минуте Вивера это очень полезный герой. И с учетом того, что он выжил, а Киоснайт погиб, у которого и так история идет довольно тяжелая, будет тяжело. И вот Линкин появляется. Мне кажется, это тот самый пауэрспайк, при котором Шигетсу вообще умирать не будет. Вы же, друзья, радуйтесь, потому что Бэтбум вновь приносит в ваш дом бонусы. Кликайте на баннер под трансляцией. И будет возможность получить 100% на первый депозит. Ну вообще Вивер, эта Линка, она просто позволит ему не умирать. Но так, про эту команду выходила статистика, вот нам на экране недавно буквально, что они больше всего фрагов ассистов. Вот мы это видим. Они просто бегут в вас, и вам нужно что-то делать. Либо вы отдаете какую-то жертву, приносите им жертву, да? Чтобы они приняли и ушли. Либо пытаетесь вместе драться. А так, ну, пытаетесь драться, но не вместе, и к добру это приводит. Ну, Нигма уже в рейс-пакт. Вот так, как Нигма в этой игре будет действовать вообще? Потому что Вейс тебя, Рубик и Зевс. То есть Блэкхолл даже он не спасает, потому что Рубик всегда украдет эту черную дыру. Да, дать тяжело, но ты видел там каст-ранж какой? То есть, если что, он прям крутит чуть ли не за километр, даже без Линзы. А с Линзы это вообще имба какая-то. Если в будущем у Фезера появится еще и Блинка, мне кажется, в этой игре у Рубика все хорошо идет по голде. Тут, кстати, Смог интересный. Смог от Киберкэтс идут, ищут. Видят, что Лина снизу. Но у Лины, наверное, травла есть все-таки ТП. И на своем вижене, они на своей вижене идут, видят. Ой, только не ЦК. Мне кажется, игра закончится, если сейчас Ватсона убьют. А его замечает здесь. Декафогас будет разгоняться. Пока что да. Цепляют здесь все-таки ЦК. Ему довольно больно. Ставится еще Томба, поэтому сюда очень неприятно будет входить, в случае чего. Ну и должны без проблем Ватсона разбирать. Он пытается улететь отсюда. Уже не сбить опять нечем. Ну нет, хватает все-таки урона. Погоня за Даззлом. Не знаю, закончится ли она чем-то хорошим. Можно передайвить. Поэтому Сайберкэтс останавливается. А знаешь, был бы прошлый патч, он бы улетел. Потому что у Даззлов всего 6-й левел. Очень мало экспы. Первый Грейв. И просто не хватило тайминга Грейва, чтобы улететь. Там станы уже все были потрачены. Девс уже пошел искать новые жертвы. Но чуть-чуть не хватило. Это, кстати, интересное действие. То, что Гилгер идет сейчас в нападение. После того, как их уничтожили здесь. Данайдс Варфтрич. Все-таки отдает его. Эх, Гилгер. Да халявил себе. Плюс голду-то. Ну идеальная шмотка лесная для Вивера выпадает. Это очень много демэджа на этом герое дает. Бриганс Блейд. На героях, которые много тычек дают, это нейтралочка. Прям вообще с кайфом. Но философский камень, как для саппортов, это вообще лучшее, что можно получить, мне кажется. А мне кажется, и Зевс может такой. Ребят, ну что, ну вы и так богаты, в принципе, дайте разгонись. Да, у него шмотка вообще, ну что это для Зевса? Не, ну у него есть шард. У него много, на самом деле. У него шард, Кая. По надворцу мы видим, он третье место. То есть, вступает только Лине и Виверу. Лина, которая все время фармит, и Вивер, который все время убивает. Вамбрайз с другой стороны. Возможно, ЦК себя возьмет в будущем. Или Лине отдаст. Сабли будет у Киоснайта. Ну и, наверное, вот за БКБ можно будет здесь что-то показывать. Потому что в БКБ никто ничего от ЦК делать не будет. Эчдуо уже в позиции здесь. Поставил Вижен. Заметили, кстати, Киоснайта в очередной раз. Возможно, будет какая-то Томба. Прыгает пока что Майера. Цепляют они одного героя. Блэкхолл здесь раскастовать не получится. Но правил без таза, фокусили. И это вышло сделать. Егор потратил всю ману. Ему бы бейкнуться и как-то свои ресурсы. А там Вивер слева заходит. Там бастает, там ба упала. Все, походу, расход. Ну, конечно, Хэры собрались как-то. Командой напали первые. Убили одного. И не потеряли за это героев. Врошана будет идти наглостью, мне кажется. Хотя там ба нету, но... А Зевс без мана еще. Вот-вот. Ему надо хидиться. И он-то без травалов, если что. Но, видимо, поняли, что долго будут этого Роша пробивать. Все-таки минус армора никакого нету. Поэтому лучше отойти, зафармить лесок. Поставить какой-то вижен, кстати говоря. Но вот то, что там опс, где стоял ранний Т1-давр в центре. Мне кажется, он очень жестко может зарешать. Подловить кого-то в будущем. Да, вокруг мина всегда хочется иметь вард. Ну, чтобы видеть, кто идет отпушивать и так далее. ДК-фогус просто прям был в секунде до. Реально, Нигма могла прыгнуть. И было бы тогда неприятно. Два раза, знаешь, умирать на тройке неохота. Так, Егор нашел вард. Да, я не смог рейбл задоннаить. Вивер уже вниз стягивает героя. Вышка на суперлоу хп. Сейчас и пост можно будет забрать. Глейфа уже нету. Нигма летит сетапить. У Вивера нету приспешников. Он может и откиснуть за этот блокхолл. Но блинка нету у Нигма пока что. Был бы блин, кстати, я думаю, Шигетсу бы здесь умер. 100 из 100. А так не хватает. И если что, пока у Шигетсу на первой позиции левел больше, чем у вражеского мидера. То есть у него 15-й, тут 14-й. Это, конечно, да. Это неудивительно. Все-таки 19-й минуты игрой он много набирает. Форставчики бы в этой игре, на самом деле. Вес Девса, Зомби. Праймал Биста. Очередное наглое нападение. И Геогир все это дело не видит. Слушай, ну, спасает тиммейтов. Потому что если бы не он, возможно, подставился бы тиммейт. Это первая позиция. Вообще, киберкэтс и сами могут Рошана убивать очень хорошо зомби. Много демеджа. Правда, Жуков потратил. Все-таки Шигетсу. Но за счет ульты зомби и тамбы, может быть, что-то и получится. Демеджа-то достаточно. Видим, быстро умирает Рошан. Будет ли реактить на это HR? Коэффициент вообще 1.3 уже на сайберкотов. Ну, друзья, если вы верите здесь в HR, то реально можете залететь и подзалить, безусловно, на восставших из ада. Но пока игра для них складывается не лучшим образом. Забирает Айеги. С эгидой бессмертия, мне кажется, Шигетсу может вообще чуть ли не патрон забегать. Чем его здесь цеплять? Ну, окей, Блэкхолл один-то хороший дашь. Допустим, Рубик не сворует, Дзевс не собьет. Но что дальше? Ну, если ты далеко забежишь, на самом деле, как раз эту жизнь первую могут выбить просто на рандоме как-то. Стан ЦК. Стан длинный залетит какой-то. А вот на вторую уже дать Блэкхолл. Ну, Близа нужна какая-то здесь. Нужно наглеть. Нужно не наглеть. Нельзя наглеть. Так, у Дзевса уходит уже в Аганим. Прикольно, прикольно. Мне нравится. Я с таким кайфом в команде играть Дзевсом, на самом деле. Ты всегда где-то что-то можешь придумывать. Тебе будет помощь. Можешь даже сам придумывать. Бист может в одиночку найти какого-то любого сапа и всегда убьет его под уль Дзевса. А под Нимбус так вообще все идеально. Там и Кор уже может откиснуть, в принципе. Ну, всем БКБшки нужны против Нимбуса, потому что не можешь нормально стоять. На сапике тоже очень сложно. Плюс это ломает позицию, как-никак. Рубик, кстати, тэпается вниз. Там у нас концентрация героев максимальная у Холл Рейзерс. Но мне кажется, что их сейчас будут давить потихонечку. Важно сломать именно Т2 Тавер. Захватить Аванпост. Сейчас так часто делают. Но здесь будет нападение на Праймл Биста. Можно не жалеть Блэкхолл, пока получается. Рубик двигается в этом направлении. Можно попытаться украсть его. Украл, украл, украл. Есть Блэкхолл, но нету Блинка. Вот в чем проблема. Жуки пока всех подсветили. Блэкхолл дать здесь очень тяжело будет. Хотя Майора вроде как догоняют. Энигма умрет однозначно. Вопрос тиммейту. Да, тиммейты выжили. А Рубик забрал этот фраг. У него уже 500 голды до Даггера. В принципе, у него есть Блэкхолл. Можно попросить оставить братишку себе немного, немного этих, знаешь, крепочков. И как бы в Даггер выйти под конец, ну, под конец украденного спала дать Блэкхолл от Блинка. Правда, ульта первая. Вот опять же, патч реле к спы нету. Первая ульта там недолго длится спел украденный. Не так долго, как с более прокаченным левелом. Посмотрим. Можно и смачок какой-то под это придумать. У них есть Аеги. Смогут сейчас вообще полностью сдоминировать карту. Это Team Spirit. Год назад только на минималках. Два раза, знаешь, откатил. Это Team Spirit, но год назад, ну, еще и на минималках. Бюджетные, бюджетные. Бюджетные Team Spirit, получается. Ну, не знаю, не знаю. Мне кажется, если CyberKot'ы пройдут там на Last Chance, я бы на это посмотрел, корово говоря. Я просто люблю вот эти истории, знаешь, про андердогов, которые как золушка возвращаются в игру в один момент, в которых никто не верит. И тут они бац, и попадают на инт. Ну, на самом деле, с Team Spirit же то же самое примерно было. Я не думаю, что там все думали, «О, да, они 100% квала пройдут». Нет, про квалы думали, ну, большинство людей, с кем я тогда общался, думали, что Spirit фавориты все-таки. Ну, фавориты, но, согласись, там были оппоненты. И Пару тогда играли хорошо, и Ашера тоже прям на пике были. Да и Нави тогда были с Рамзесом, с Ноуаном. Многие верили в них тоже. Пока неплохо передвигаются. Хеллорейзер, знаешь, так, видит оппонента и бегут четко в ином направлении, в противоположном. Сейчас разделились по карте, 50 на 50. Я буду стоять на хэкграунд. Вивер, Саегис, он 2 минуты еще. А почему он просто, кстати, не захватит? Вот это странно. А нету времени, знаешь? Вот ты стянешь герой, потом уже можешь захватывать. Сейчас все полетят. О, минус рейспакт, плюс 100 голды. Сейчас Линкин откатится, можно еще раз выйти. Подбить эту вышку. Но они видят, что-то Лины не стягивается. Странно. Значит, надо бить, продолжать. Окей. Не хотите тратить ТП, потеряете важный тавр в игре. А потом будут падать бараки. Ну, тут вроде как есть гриф. Там, тем временем, Раибл сам претендует на сноску граунда. Но ставится Томба. Да, ДК Фогас готов танковать. У него уже имеется БКБ. Я напоминаю, что там Блэк Холл. И есть Блинк, но печаль, тоска в том, что Курьер мертвый у Рубика. Был бы сейчас Блинк, было бы идеально. Вот, больше драчку. Опа. Ну, здесь ДК Фогас чисто ломает позиционку. Попытается Нику затыкать. Пока получается. Здесь ультимативное полетело от Ватсона. Разбивает просто Жуков. И, наверное, надо отойти здесь, Катам. Хотя нет, продолжают бить. Смотри. Там БАЗ стоит еще. А Егис есть еще минута. Возможно, уже Даггер Рубику летит. Возможно. А возможно, и не летит. Нет, решили отойти. Обидно, что Блэк Холл закончится. Вот уже, вот-вот. Но просто так его лучше не нажимать в землю. Потому что вдруг еще раз украдешь. Ну, забрали как раз этот пост. Пост обычно на обратном пути забирается. Знаешь, если кто-то к вам идет, по пути может тоже забрать. А так, и тебя забирать пост, это очень много времени все-таки требует. Он не так близко стоит. Ну да. Там, кстати, БАК еще есть или нет? Раньше был, помнишь, когда ты кликал, мышка типа правой кнопкой кучу раз, он быстрее захватывался. Когда только-только вышло обновление. Ну сейчас, по-моему, ты можешь так делать, но он не ускоряет ничуть этот захват. Просто по приколу можешь так делать. Ну да. Здесь, кстати, Смок. Обрати внимание, не показано, что в Смоке ДКФ. А, это НВИС. Все. Это НВИС. Понятно. Я смотрю, тут в Смоке герой. Не отображается, что он в Домовой завесит, так скажем. Ну и что? Возможно, у нас будет какая-то контр-инициатива уже со стороны Hellraiser. Понимают, что гиды бессмертия заканчиваются через 20 секунд. Вроде как 4К у врага перевес. Надо возвращаться в игру. Но очень хочется для Мэра здесь дофармить БКБ и найти в драке как-то Рубика. Ты его отключаешь, все, тебе никто ничего не собьет. В идеале вообще, чтобы кто-то другой этого Рубика нашел и избил. А ты дал Black Hole там в коров. У Ватсона уже появляется БКБ. И сейчас, возможно, получится хорошо подраться. Как раз мы слышим звук конца. А там видит Зевса, смотри. Но Зевса, если напасть, это вообще идеально. Оставить оппонентов без магического дэмэджа. Зацепит здесь Егора или нет. Нет, цепляет Эйчдуо. Зомби эта цель такая себе. По итогу все сплы тратятся в ДК Фогаса, которая прожимает Блэкинг Бар. Егор отходит назад, добивает они Гилгира. Ну и вроде как можно отходить, но Шигетсу понимает, что он фактически бессмертен. Поэтому он свою драку продолжает. Эйчдуо Байнолс, кстати, готов вылетать сюда. Он, по-моему, не отставил еще Топстоун. Но здесь опасно. Пытаются с Абер-Акеты не подставиться. Понимаю, что если вдруг там Black Hole все же залетит с блинка, будет очень грустно. Рубик всегда должен находиться где-то позади вместе с Зевсом. На самом деле на зомби очень неохота первым подставляться. В том плане, что если ты не ставишь тамбу, драку вы будете драться в два раза слабее. У него есть и Holy Locket на 20 зарядов, и тамба, и ульта. Все это хочется прожать. А если ты первый подставляешь, у тебя 1400 хп на 26 минуте, это уже не цифры. Тебя просто сотрут за секунду, как это и было. На самом деле многие думают, что томба, когда против нее есть там снайпер, а я не знаю, лина, снэпка, да, в старой мете, она бесполезная. Но на деле Корр с тычкой там в 300, у которого криты под 500, бьет не твоих тиммейтов, а бьет эту томбу. Это тоже довольно важный момент. Здесь нажимается смог пока что, попытка обойти как-то героев соперника. Возможно, зайти на вражескую тройку и напасть уже оттуда. Но это читают, Фезер подставляется, кстати говоря. Но есть уже блинк, поэтому выживает. Даже Ватсон не пытался через реалити рифт его цепануть. Ну и вроде как ДК Фога сможет ворваться. Но у него, смотри, БКБ в КД, там 10 секунд буквально. Понимают, Хэреш, там Вард стоит, не хотят особо туда комиссии. Хотя нет, идут. Идут на вражеский Вард. Как же подцепились жестко. Ты посмотри, Ватсон вне позиции. Ватсон очень больно. Неужели он погибнет так на халяву? Спасает его Грейвом. Но сам Дазл поплатился за это своей жизнью. Никуда все-таки, вот знает, не уйдет. Попытка побега от тиммейтов. Рейбл на пути. Забирает еще и Рубика. Все круто. Откидывается станом. И Нигма Блэкхолл здесь. Может попытаться как-то кастануть, кстати. Под Рейбла прыгнуть в четверых, я не знаю. Но, наверное, нет. И Нигма просто отходит назад. Рейбла убежать не получится. Все-таки БКБ уже в фулдауне. Хэры меня просто разочаровывают. Скажу честно. Говорю, вот буквально за секунду до. Знаешь? Говорю, там вражеский Вард. Думаю, Хэры понимают. Видели Рубик туда блинканулся. Скорее всего, Вард на горке. Это просто классика с современной доты. Нет, они туда идут. И ловят все спеллы против Зевса. Против Бестиары. Сразу там ульт. Ульт, 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 ульт. И минус 4. Ну, тракет для Шагетсу. Нереально тащит на Вивере своем. Нет, шагетсу красавчик. Ну, тут нападение еще получилось мега красивое. То есть, по факту, Вадсон в траке ничего не сделал. Ну, ты глянь. Это ульта от Праймала Бистана залетела мега четкая. Ну, и здесь, по факту, Энигма вроде как выжидал момент. Да, он там стоял. Прям очень хотелось дать какой-то хороший блэкхолл. Рубик просто прыгнул, кстати, скаутить героев, цеплять кого-то. И правильно сделал. Потому что, возможно, если бы не он, если Праймала не замедлили, то Нина бы выживала. Ну, судя по всему, поэтому он Вадсон, не Холмс, раз так идет. Знаешь, не продумав наперед все ходы, дедукция подвела в этом моменте. Странное нападение, безусловно. Мне кажется, что вообще сейчас драться Холл-Рейзер с очень тяжело. Требуется больше шмот каких-то на Энигма. Тоже хотелось бы что-то получить. Но, с другой стороны, сейчас уже та самая ситуация, где Рошан там появится через непонятное время. Это мы видим, что через 2 минуты. И тут надо постоянно пускать и талонов, прочекивать все это делали, мало ли что. Ну, для киберкотов намного проще. У них есть Зевс. Любую драку они начинают с того, что видят всех героев. Вот в этом преимущество Зевса еще одно. И Вивер, которого просто не поймать. Но если НК, то есть ЦК его не застанет. Лина и Вивера застанет, это просто, ну, удача тебе, дружище. Марти тоже самое. Только Блэкхол какой-то остается, но не факт, что за Блэкхол убьют. И там еще Рубик. Дорогие друзья, это дубль 3, по всей видимости. На той же позиции, в том же лесу, будет драка, но на сервер. Если вы убите, это, конечно, приятно. Но Томба поставлена. Это отлично. Фраймл Бис готов врываться. Блэкхол в одного героя, правда, залетает. ДК Фогас все втанчил. Живет пока что, но его однозначно заберут вместе с Рубеном. Там под горячую руку попал еще и Андайенг. Но пока что Шигетс, ты посмотри. Просто влетел в 5 героев. Он живет, еще и убивает. Он не разлетается в разные стороны. Ватсон потратил уже все способности. Его здесь можно наказать. Но Мелоди, посмотри, как круто гуляет по лесам. Найдет ли его Вивер? Украсть Блэкхол, просто украл Адалонов и откис. Успел зомби Тамбу поставить. Я думал, все, конец этим Эйчерам. Не успели толком напасть. Но мы видим, что дали бой. У Рейбла очень много дэмэджа уже с этим даггером. Он может держать позиционку. Может прыгать куда-то в спину, убивать сразу героев. Там каких-то Рубиков, Бестов, Зомбарей как раз вот этих, может, и Девса как-то. Так, посмотрим повтор. Здесь Бист вылетел в 2 БКБ, так скажем. Его здесь законтрили за счет черной Дерейб довольно быстро. Фезер там, конечно, пытался что-то сделать, но украл Адалонов, по-моему, вообще. Да, да, да. Ну, знаешь, на Рубик, когда играешь против Энигмы, видишь Блэкхол, все, кровь перед глазами, красная пелена, ты бежишь за этим Блэкхолом. Тебе неважно, умрешь ты или нет. Главное забрать его, но не получилось. Все-таки нужно как-то позиционку держать получше. Там в настоящем времени, у нас тем временем нападение на Гилгира. Под Нимбус, здесь его попытается убить Гилгир. Опа! Отскочил на километр, нормально так. Шигетсу преследует, но его здесь станет на миллион лет. Он нет Блэкхол, я напоминаю. Но Ватсон-то БКБ сейчас закончится. Будет больно, Вивер откисает первый раз. Да ладно! На 80 секунд отправляет его в таверну без байбэка. Декафогас убежать тоже не получится. И это практически полноценный камбэк для Хэлл Рейзерс. И Рошан-то рестнулся, можно его забрать на халяву. Это полный переворот. Мы говорили, Вивер до одной ошибки герой. Это та самая ошибка. Словил чейнстаны какие-то. Сразу отдали Рошана, отдали тысячу голды для Рейбла. У него плюс один слот, плюс Аегис, плюс Шард. Это просто... Не просто камбэк, это прям переворот игры и все. Это не камбэк, это камбэч еще. Киберкэтсы теперь догоняют. Они уже не убегают, а догоняют прямо. И причем догонять придется долго. Судя по тому, что я вижу. Чатк Вивер еще упал. Тоже очень приятная шмотка. Все больше и больше дэмэджа будет у Лины. Но мы видим, что она лица прям разбивает жестко. И вот эти два кора, знаешь, Лина плюс ЦК, они могут чуть ли не пять героев убить, если те там поставят... А, смотри, что купил Рейбл. Он купил башер. Может быть, за счет этого убили? Что за next level? Чувствует, нету станов по Виверу. Он что-то бегает, выпендривается. Там туда-сюда, попробуй поймай. Сейчас как поймаю с этим башером. Очень круто. А то обычно всякие, знаешь, хиксы придумывает. Но здесь башером попрофитнее. Именно в плане того, что у тебя скорость атаки бешеная. И ты просто башешь 24 на 7 героев. Рубик пытается сплитить. Фойзера, да, этим занимаются. Как только увидел, что враги отошли, тут же сделал телепорт, потому что подставляться явно не стоит. И да, Сайберкэт все преимущество в плане голды потеряли, но Шигетсу все еще топ-1 по Нетворцу, все еще мощный довольно Зерц. Уже немного не то, знаешь. И, ну, мне очень нравится башер в том плане, что Хекс только пишет на линию, Виверлинка, тебе не сбит линку. Ты ультой, скорее всего, не дотянешься. А так, ну, я человек простой, быстро бить. Моя покупать башер, моя бить, все, твоя голова тук-тук, все, ты застанен. Он за этот баш может просто 2 600 этих хп за время баши, наверное, может и снести. Я думаю, что примерно такие же мысли у как раз Гилгира, потому что он же тоже башер собирает. Да? Да, если я ничего не путаю, Гилгир вроде в этот билд выходит. Ну, башера, конечно, не столь импактный, на самом деле, на Марсе, но... Да не, наоборот, он же... У него как раз это серия ударов. Не в башеру, а в БКБ. А, в БКБ, передумал. Ну, БКБ тоже здесь жестко, чтобы лететь вперед, чтобы тебя так просто не забирали. Мы видим, что Гилгир уже прыгает там на километра другой. Можно, кстати, встретиться с оппонентами на нижней линии. 5-мэн-дота началась у нас. Рейбл, кстати, первым номером. Эра готов прыгать. Встречает Эдж-Дуо. Нужна здесь Томба. Томба вставить не успевает. Праймал Бис влетает неплохо по двум героям. Как же больно здесь Рейбл. И ты просто посмотри. Ну, там и гида бессмертия. Однако ему довольно неприятно стоять под Нимбусом. Рейбл выживает. Еще раздает урон. А там Блэкхолл под Нимбусом. Да ладно! Падает еще один герой. Минус два на ровном месте. Пытается выживать кое-как Праймал Бис. Но эту драку уже не выиграть. Сайвера Хатам еще и Рубик байбэкнулся. Вот тебе и Рубик против Энигмы. Ни разу не нажал Блэкхолл толком. Украл один раз. Два раза не получилось. Где-то подставился. Хэры. Хэры показывают зубы. Блин. Не зря. Не зря они были фаворитами в этой игре. Не зря они одни из фаворитов этих квал. Да они этими зубами прокусят Тавра сейчас врагу. Вот это драки, да? Слушай, два файта прям в ноль выиграли абсолютно. Нет, тут прыжок очень крутой от Рейбла был. Он втянул на себя, но по факту масса внимания. И самое печальное, что линии даже не выбили Аегис, да, вот в этом моменте. Хотя потратили Нимбус, БКП, ДК Фокуса и отдали по факту еще и Андайинга. Ну и Блэкхолл, конечно, был просто идеальным. Не, Аегис вот выбили. Но это Мелодин Адасли всегда готов дать Грейв. Там уже сторона, кстати, падает у нас. Минус нижняя линия заходит еще и в центр. Я напомню, что Виверт умирал без Вайбэка. Баялся уже Рубик, поэтому его из Таверны дожидаться очень-очень долго. Ну и здесь, может быть, минус две стороны. Надо, наверное, откидывать какие-то томбы, хоть как-то спасать. Но здесь Фантазм, иллюзии довольно больно бьют, несмотря на то, что Зевс их разбивает очень-очень успешно. И это 9К-перевес, даже 10 тысяч, наверное. Ну, Лина под бафом Марси просто моментально эту сторону сносит. Там плюс 60 демм уже сразу залетает, уже 300, 360, 400. Какие-то бешеные цифры, есть Кераса. Здание просто вот по щелчку пальцев падает. Еще одна ошибка, и все, и проиграли кибер-коты. Им уже очень сложно камбэкать. Но, как мы видим, шансы есть. Мы и про Хэров думали, ну как им выбираться из этой ямы. Как видим, выбрались. Но там Блэкхолл есть. С другой стороны, здесь краденый Блэкхолл. Это даже вкуснее, может быть, от Рубика залететь. Почему бы и нет. Особенно, если ты не держишь позицию, не ждешь в моменте. Может такое получиться. Ну, кроме шуток, там и Миднайт Пульс можно украсть. Да, на Рубине это тоже очень-очень мощно. Ну, камбэкч еще был, конечно, невероятно крутой. Если посмотреть на вероятность победы. Там 94 на 6. То есть тут веры в Котов уже очень мало. Но надо ловить Хэр на ошибки. Потому что сейчас они могут уже, знаешь, немного расслабиться. Такие, уф, выиграли. Ура, минус две стороны. Кайф. В итоге Нигма идет, умирает без байбэка. ГГ. Такое может быть. Ну, как видим, кибер-коты тоже расслабились в какой-то момент. Вера куда-то вот один раз загулял, ошибся и все. И игра уже выпала из рук полностью. Там и Аегис, потом еще один смачок какой-то от Хэров. И уже в позиции не то же догоняющих, а проигрывающих прям. Вот отсюда берется плохой винрейт, но хорошая статистика. То есть игра-то у тебя замечательная, но не результативная. Они играют, знаешь, они на стиле играют. Дарят людям стиль. Играют по кайфу. Ну, почему нет, с другой стороны. Если это работает и вас устраивает. Да, еще не проиграли, еще не проиграли. В принципе, мне нравится эта игра. Я думал, эта серия будет более однобокой в пользу Хэров. А тут мы видим прям скандал, интриги, расследование. Две стороны терять уже. Очень тяжело будет какую-то драку на Рошане навязывать, да выигрывать. Энигму, мы видим, вышло в те самые айтемы, когда тяжело. Да, и Блэкхолл сбить, и 100% ты одного героя заберешь. И сапики не работают у котов. То есть, приходит Рубик, своровать не получается, его шотает там СК за два удара. Эйдж дуо ловит, мы в двух драках даже его томпа не увидели по факту. Хотя это вроде плотный андайинг. Ну, Рубик, возможно, у Физора это далеко не сигнатурка, всего золотой. Но, видишь, левел героя. И обычно, обычно вот Рубик на четверке, там минимум платина. То есть, он, возможно, не энтузиаст этого героя, просто взяли, потому что заходил. Но тогда можно было Виверну. И, кстати, Виверну в этом пике мне больше нравится. Ну, уже что, уже что. Ну, хотя они взяли бы Лии, ну, наверное, да, под нее уже. Вчера как раз вот Физор на Белке просто идеально связывал этими, ну, сеточками. Сегодня на Рубике пока что тяжело идет игра. Ну, посмотрим, может, себе еще покажет. Один раз пятерых украдет Блэкхол, отдаст. Будем потом говорить, о, Физор, вот этот Физор. Так что время себя показать еще есть. Ну, вообще, это такие герои, Нигма, Рубик, где ты можешь всю игру играть и ничего не показывать. И в одном важном моменте, в важном пайте просто дать Блэкхол реально хороший. Игра заканчивается по дабл-дэмоджам. Да, фокусу больно, но есть по КБ, он вроде отсюда уходит. Ну, дожидаются Рошана ХР, они хотят что-то форсировать на третьей стороне. Правильно делают, в принципе. Им некуда спешить, это все-таки Квал на Инт, нижняя сетка уже. Любое поражение, и ты почти вылетел. Так что, да, мне, кстати, вот я заметил, что Лины каждый раз новая. То есть, когда-то она такая, знаешь, классическая с Лотаром. Вчера такая, знаешь, коварная, магическая, сегодня такая хитрая с Башером. Через Башер. И с Даггером, не знаю, я фанат Даггера. А какая это Лина сегодня? Да. Походу, это герой этих Квал такой, знаешь, самый разнообразный. Ну да, там везде просто билды одни и те же, реально. То есть, там на ЦК придумать что-то неординарное. Ой, там лист Рейлик упал. Кстати, вот недавно показали Мелоди, у него Актарин уже на Даззле. Ты прикинь, порс Актарин у человека. Ему, по-моему, отдали еще шмотку, да, нейтральную хорошую или нет? Сплпризму? Да, сплпризму еще. Да, какие у него кулдауны, интересно, на сплпризму? На Грейв не надо показывать. Там 0 секунд, видимо, все будут жить бесконечно. Там еще каждый юз способности всегда понижает кулдаун. То есть, 11-9, ты кинул Грейв, нажал 3 сплла, у тебя новый Грейв под конец Грейва будет уже. Бесконечные захилы. Но это все при условии, если тебя не ловят. Да, да, нужно позиционку держать. Вот поэтому на Даззле шарт не всегда хочется брать. Ты, конечно, хочешь пойти кинуть Хекс этот, но ты кинул Хекс, тебя поймали, ты умер. А так ты стоишь сзади, не показываешься с кустов что-то там Грейв, Хилл, Грейв, Хилл. Враги просто, ну, просто в ужасе от происходящего. Никого невозможно убить. В будущем против Вивера все равно Шарты это хорошая идея, потому что ты ему не даешь себя бесплатно убить. Ты вынужден тратить там БКБ на него, иначе Хекс, продлить стан. Ну, лучше вместо Шарда купить себе Глиммер, знаешь, или Даггер, и стоять где-то в кустах далеко, чтобы даже не было возможности тебя убить. Зачастую. А Даззле все-таки ты хочешь... Ну, у него есть Шард, мы видим. Так что в обиду себя не даст, судя по всему. Возможно, зря я облубнел что-то на эту тему. В эту мету Шадом и Лед бы старый, знаешь. Да. У Лины 25-й в скором времени. Как же много дают, знаешь, вот эти киллы именно на поздней стадии. То есть у Вивера, мне кажется, по ловлу все не так, да? У него там около 21-го... А, у него 23-й. Ну, близок, так скажем, но с учетом того, что Шигетсу 15 киллов, а у Лины меньше. То есть тут как бы вопросики имеются. Ну, а там за стрики очень много экспо дает. Помнишь, Лина убила Вивера с огромным стриком, там тысяча голды, помимо голды еще и миллион опыта он стал сам таким преисполнившимся. Это гении? Нет, или да? Я подумал, что они сейчас на Зипсана падут вне позиции, понимая, что оппоненты смаканулись где-то. Они ждут, они хотят там вард поставить, мне кажется, и напасть. Или просто выжидают. Вон вард поставили, видишь, на хайграунде справа. И будут ждать, пока кто-то пойдет отпушивать эту линию. Ну, Зевс по Т4 прям. Можно, конечно, зайти вместе с крипами, попытаться его шотнуть быстренько, заставить оппонентов стянуться. Но разбили вражеский вижен за счет гемов все-таки он имеется. Вообще, новый гем мне очень нравится, на самом деле. Кстати, вот что понял, если Ватсон купит Аркан Блинк на ЦК, у него будет всегда хороший старт. Это ты там на ЦК, ты сразу моментально кастуешь стан, моментально кастуешь ульт, и любой герой умирает. Ты можешь начинать драки, когда у тебя некем. Тут, по сути, некем начать драки, ты не хочешь первым начинать. Я очень хочу, чтобы Ватсон купил этот Аркан Блинк. Мне кажется, это next level будет такой. Мне кажется, ему Раибл должен посоветовать. Потому что Раибл, он шарит за билды, как мы видим. Любитель купить что-то неординарное, но очень импактное. Нужна Буриза для Вивера, чтобы носить какой-то урон. Появился Раибл. Потому что мы видим, что по дэмиджу проседает. Да, Раибл есть, а вот за него, возможно, ключевая драка. Здесь идеальный граев. Блэкхолл, да ладно, куда Майера? Самый важный драк, и просто Блэкхолл в землю. И падает Том без байбэка. Влетает ДК-фокус, правда, это была иллюзия. Раибла преследует до Талова. Здесь, возможно, заберут как раз-таки Лину, но она отбегает. Ватсон дерется один против всех, икраденный Блэкхолл от Фессера по двоим. Боже ты мой, то, о чем мы говорили, Рубик просто солит эту драку. Но Ватсон, какой же живучий. Перед смертью, разобрал-таки Рубена. Но это похоже на полноценный камбэк, ведь можно Рошана забрать. Мне кажется, Майера пранканул своих типов с этим Блэкхоллом. Просто подставился. Я не знаю, как так можно было сыграть. Он сейчас отдал его, ты прикинь. Да, да, да. Это же, типа, возможно, он нажал, исходя из того, ладно, цепану хотя бы кого-то, у меня все равно нет бая. Сразу отменил. Ну, блин, ну, да, ошиблись, ошиблись ХР. Очередной переворот в этой игре, это просто сердцебиение, походу, какое-то на графике там происходит. Так, смотрим, Майера просто куда ты идет, куда ты идешь, дружище? Ай-яй-яй-яй-яй! И вот Блэкхолл в землю. Рубик тут же его украл. Причем самое забавное, что Нигма же знал, что Рубик находится на ХГ. Ну, это же вообще мем какой-то. Ладно, перенейрничал Майера, мне кажется. Бывает, бывает, с кем не бывает. На самом деле, обидно еще то, что некуда нажать этих идолонов было, чтобы не отдать Блэкхолл. То есть ты начал поставать и уже безысходность. Ой, печаль, конечно, для Ашера здесь. Есть плюс в виде того, что они ведут по голде в моменте, да? Там, по-моему, все равно осталось то ли 5, то ли 6к преимущество. И не будем забывать, что врага нет двух сторон. То есть это решает. На самом деле, из плюсов еще то, что Ватсон все-таки убил этого Рубика, не будет еще одного Блэкхола. А, преимущество забыли. Не, преимущество ХГ все еще, но из Рошана что-то выпало. Аганим для Рубика выпало или что? Что из Рошана? Третий Рошан. Там либо Рефрешер, либо Аганим. 82. Так это Энигма, она на то плюс, знаешь, оказывает влияние серьезное. Ну, тут знаешь, Энигма как бы 82 может оппонентом сделать, как выглядит. А, Энигма Линка. Сейчас будет намного проще все. Вот, да. Хотя, Рубик, знаешь, Рубик после 18 у него кулдаун на ульту там секунда 4, наверное. То есть ты можешь успеть. Нет, он еще 14 левел. Ой, как далеко. Вот раньше Аганим был, когда сразу тебе делал кулдаун, супермаленький. Баешь, Аганим, кулдаун падает. Сейчас Аганим дает дополнительный спелл, но кулдаун не роляет. Ну, два спела это сильно, кстати. Да. Ты можешь очень много всего украсть. То есть один спелл это может быть какой-то нюк приятный чисто в драке, а другой уже вот ультимативный, типа какой Энигмы. Гилгера здесь. Такая стадия, что Сайберка там тоже драку тяжеловато начинать, если Энигма не отдает там блокхол, да, допустим, как было до этого. Не, ну Бист всегда с Даггера может прыгнуть. Ну, в кого? Тут просто, видишь, Гилгер уже с БКБ, как бы, Ватсон вроде тоже. Главное, чтобы стоял, как бы, далеко сам Энигма, потому что это ключевой персонаж. То есть даже Дазла не так важно сохранить. Кого-то нашли. Сначала файта, потому что у Дазла может не быть байбэка. Все временем крадет способность Рубика. Я так понимаю, Блэкхолла у него уже нет. Мелоди убивает за долю секунды просто. Гилгер сжимает ту самую БКБ. Ватсон, контратака, понимает, что позиция не та, и стоит, наверное, отойти. И на отходе кого-то словил там, да, и убежал. Ну, слушай, отдали Блэкинг Бар, две штуки. Дазл байбэкнулся, и на самом деле там есть Аедис. То есть у Сайберкотов реально хороший шанс на победу, мне кажется. Именно сейчас, вот в моменте. Понятно, что если они ничего не сделают, да, как Ван Муф вчера вот о чем-то говорил, то будет печально. Ну, Ван Муф в такой стадии не доходили, по-моему, вчера особо. Киберкоты прям хорошую игру показывают. Я, возможно, стану их фанатом после этой серии, если не выиграют. Глором, точнее. Так, ну, Мейера. У Мейера скоро попытка выйти в рефрешер. Рейбл очень большой натворц. У него же вторые тревела выходят в Абисал Блэйд. С Даггера будет прыгать, кого-то станете, походу, я не знаю. Они напали на Эйдж Дуо, просто не заметили. Эйдж Дуо. Но есть ДД, на самом деле, на Шигетсу, поэтому здесь можно побороться. Я напоминаю, что у Андайенга есть байбэк. О, Гилгира просто распилили. Там хриты слетают по 1400. И может погибнуть сейчас Рейбл. Понимаю, это он отходит назад. Праймал Бис нападать уже не может. Все-таки БКБ отсутствует. Здесь Рубик украл. Украл стан, у него еще краденый грейв есть. Он всегда с вивером. Это просто имбалансный спелл. У тебя на вивера напали, ты всегда грейв ему дашь. Это прям очень обидно, что отдали Рубику грейв. Очень много дает. Ну смотри, вот вся грусть в том, что сайбер-коты делают один килл, но приходится одного героя пока дай стягивать на базу за счет того, что нет двух сторон. Там Фантазм полетел, скаутит иллюзиями. Может ли кого-то цепануть, потому что там некоторые герои без БКБ, если что. Зевс по идее может с базы кидать свои спеллы, если что, прилететь в драку. Мне кажется, ему это не критично. И когда у него есть ульт, у него скорый рефрешер, скорее всего, будет еще какой-то. А Ганем есть. Он всегда может издалека там накидать. Конечно, что для Вивера это не самый лучший слот именно в плане активки. Не-не-не, Вивер нужно... Ой, Никжагер либо Рубику, либо Зевсу всегда. Ну да-да, я про это говорю. Которому позиционка нужна. Вспалили Никма здесь. Майера, если погиб без бая, это, конечно, было бы очень приятно. Но есть Блингдагер. Вот реально Рубик находился бы в метре буквально ближе. Но здесь можно напасть еще на кого-то. Понимаю, что Никма-то вне позиции. Ловит Дазла, Дазла умирает без байбэка. 95 секунд рейбл. Тоже без БКБ. По-моему, Бурайбл нельзя подставляться. Ни в коем случае Эбисал спасает его. Погоня от Шигетсу до Талова. Да куда ты бежишь? Там тычки огроменные. Ой, как много дэмэджа от Шигетсу заходит по этой линии. Откинулся на Бисал. Впервые такое вижу, по-моему, когда динозавр бежит за Линой, и Бисал по голове получает. Что-то next-level-ное происходит. Аркан руна снизу для Зевса. Ой-ой-ой-ой. Может быть очень опасно. Зевс, правда, без маны. Но на этой руне можно и до базы дойти спокойно. У него тревелай есть. С инжкая. Да, репрессер у него имеется. Рубик с ГПМ-ом бегает. По левелу, правда, пока что просадочка. Может, кого-то сейчас увидит. Ну, под конец айдис хотелось бы наказать нападение на Гилгира. Это вроде как хорошо. Не дают ему нажать БКБ. 50 секунд без Марси. Ну, слушай, под такую наглость, под две катапы, можно попытаться зайти. Там, правда, имеется глиф у Сил Рейдиан, поэтому они нажмут. И, по-моему, Экиот знает, да, в позиции. Да, он сбоку, готов прыгать туда. Вы холл идеальный. Если чем, украсть Рубик. Украл или нет, по-моему, не получилось это сделать. И пал Вивер без Байбека на 100 секунд. Фезер тоже ловит его. Это будет минус 3. Камбэч наутка и Рейзерс очередная. Ой, Фезер, у тебя же был грейв. Как он не дал грейв Виверу? Ну, правда, напали Хейра идеально под конец Айдисса. Но, когда грейв у Рубика, это так опасно, так рисково. Но повезло, что Фезер был не готов. Был не готов на Рубике своем. Да что это за матч вообще? Не успел ничего нажать даже. Не ожидали, не ожидали такой наглости. Слушай, а это не проигранная игра. Ведь там нету Байбека, я так понимаю. 90 секунд у Вивера. Могут сейчас в трон просто пойти, да, за минуту. Или не будут рисковать. Да, пойдут третью сторону ломать. Мега-крипы, это вполне убедительно. Лина с Кирасой быстро ломает эти здания. Попытаются откидаться. Есть Зевс, Рубик, Рестница. Андаинг там появится. Через 30 секунд будет Томба. Хотя бы какие-то способности. Но это я так, ищу вин-кондишн какой-то для сайбер-котов. А на деревху Рейзер сломают. Скорее всего. Я не думаю, что они втроем могут как-то затеять титул лин. Слишком хороший Рейбл на линии. Да, но надо доламывать. Тут даже потерять одного героя не страшно. Потому что если что, Рейдиан даже в той драке гриф не потратили. То есть поэтому если кто-то умирает без байта, не стоит страшно. Ух, какое нападение! Нет, Рубик умирает, но есть байбэк. Надо, наверное, прожимать, потому что оппоненты могут зафорстить и пойти даже в трон. Но, наверное, на квала стоит бэкнуться, подождать Рошана и там уже закончить. Ой, и Курица умерла. А будут ли чего дождать ХР? Возможно, Блэкхоллы хотят дождаться, чтобы под Блэкхолл напасть. Как раз пока Рубика нету. А Рубик слишком быстро ресается. Тот самый пайш, где экспы не хватает. Да, быстро ресается, блин. Всегда могут задефить. Вообще, что за игра? Вот у ХР мега-крипы, да? То есть они поломали намного больше строений, при этом ведут 2000 всего-навсего. И кило больше у Сайберкатов. То есть Сайберкат, как говорила нам статистика, она не обманывала. Реально, по убийствам выделяются. Работают не по зданиям, а работают в корпус. Строго, строго. Но, как мы знаем, чтобы выигрывать в доту, надо все-таки трон сломать, а не героев. Ближе к этому пока что ХР. Мега-крипы. Вот с мега-крипами, когда ты их сделал, ты только их сделал. Может не торопиться, может подождать, пока они начнут зажимать по всей мапе. То есть уже поползли эти легионы крипов огромных, сильных. Отпушивать их может, по сути, только Рубик и Вивер нормально. Я не уверен, что Бист... Ой, Рубик, Зевс и Вивер. Не уверен, что Бист, не уверен, что Зомби и Рубик как-то могут достойно их отпушивать. Как-то мы захвалили с того Шигетсу, а пока что в двух важнейших файтов он погиб без байбека. И один раз он просто голду не оставил. Я вот не знаю. Но с другой стороны, это не его, видимо, решение командное, да, куда-то полететь. Кстати, сейчас тоже был такой интересный колл. Типа, там Даззл без бая. Давайте попробуем, нападем. Но Зевс был на респе вообще. Ох, хорош, что не матч, что вылидал. Так так и есть, на самом деле. Это нижняя сетка, друзья. Квала на Интернешнл, извините меня. На важнейший турнир в году. И, возможно, на этом важнейшем турнире не будет Праймал Биста. Потому что его наказывают за долю секунды. Тут же байбек от ДК Фокуса. Контр-инициация. Да, это круто, но есть байбек у Рима. И Лина умирает, Лина умирает. БКБ нажал вивер, никто не улетает. Что, это еще один переворот или что происходит? Все хэры умирают. Они прилетели. Да, Нигмон будет готов Блэкфолл закастовать. Но Ватсон-то сбаймали нет. Это самое интересное. Цикатр живет до сих пор. Сколько он здесь вкастовал. Все нажали байбеки у хэр. А нет, Лина не нажала. Но и Нигмон-то без него. Поэтому нельзя умирать ни в коем случае. Майера здесь стоит отойти. И от Сайберкотов очередной камбэк. А куда пошли хэр вообще? Что вообще происходит? Это просто жесть какая-то. Они игра. Сейчас могут попробовать коты подпушить. Как-то территорию занять. Как-то варды проставить. Да, база, наверное, не успеет. Да, эти там два байбека есть. Просто там 500 голды было буквально до рефрешинга Нигмы. Зачем вот так рисковать? Я, конечно, понимаю, что там очень вкусно. Типа убить героя. Но это был персонаж с байбеком. Вот в чем проблема. И мне кажется, ДК фокуса потерять не так страшно, как Майера, у которого Блэкхолл, если что. Но Мейера прыгнул вперед и не нажал БКБ, не нажал ничего. И просто откис потом от Вивера за пару тычек. Проблема в том, что вот с мега-крипами ты вроде убиваешь героев, но дойти как-то до трона, до нужных сторон что-то сломать не получается. Да, нужно еще два раза убить. Один раз, ну, типа, чтобы нажали байбеки. Опа, без байя, Энигма! А будет ли хэлпа какая-то? ДК фокус вроде неплохо подцепил, но он же здесь соло. Где тиммейт? ДК фокус тоже без бая умирает? Или нет? Пока живет. Ну тут Егор, извините меня, много демоджа от тевца залетает. Шигетсу преследует, байхэр не хотят нажимать, но придется отдать саппортов, по всей видимости. Хотя как дедута Гилгир в соло против Вивера, ты посмотри, сколько демоджа. Однако падают два сапа без баев, а это шансы. Но там крипы душат. Требуется ТП нажимать на базу. А может быть как-то Рейбл, знаешь, подлобит их, полетит, снесет трон? Есть ли глифы? Глифы есть и у тех, и у других. Фокус без хп может быть какой-то блинк обисал опасный, знаешь, такой. Не знаю, не так-то просто против Элины задефить будет, скажу вам честно. Если вдруг решат заолынить киберкоты, там всегда есть какая-то контрмера. Так, Мьера опять выходит как-то опасненько. Рефрешера полторы тысячи. Зевс подцепил, подцепили Энигму. Ой, это лезбайгерой. И вот сразу убила... Красота, Блэкхолл! Ух, какой же хороший Рубик не сможет украсть! Падает Вивер на 100 сек, имеется бай. Идеальная драка для HR в данном моменте. Потеряли, правда, Гелгиром на 50 секунд. Да это бог с ним, бог с ним. Рубик просто поднял, подставился, сразу умер. И Блэкхолл на спокойном лице. Мьера все-таки вернул уверенности. Начал давать хорошие Блэкхоллы. И видит команду к победе. У него, кстати, рефрешер сейчас будет. То есть Блэкхолл обновится. И есть Рошан, которого они прямо сейчас в настоящее время забирают. И этот Рошан, он скорее всего победный. И мы видим, что Шигетсу изначально был неубиваемым героем. Но потом с появлением там БКБшек у игроков, которых твои тиммейты уже не так круто фокусят. С появлением, да, там Эйби, Салаты. Просто умираешь за долю секунды. А там еще и два Блэкхолла. Да, Янигму начала в него Блэкхоллу давать. Он стал откисать. На самом деле, Янигму и Инжойер, походу, становлюсь. Даже против Рубика Мьера дает импакт. На самом деле, Рубик не такая уж и прямо контра, как мы видим. А-а-а, там рефреш еще с Рошана. Да-а-а, ты еще Аганим и Инжойер выпал с Рошана. То есть там очень много всего. Ну, по факту, Мьера сейчас соло может одного героя. Даже, ну, как бы всех она может убить по факту, но всех не подцепить. Там сейчас будут стягиваться, как старый шард будет работать этот Аганим. И плюс дэмэдж еще добавляет, очень прикольно Аганим. Там прям масса дэмэджа, на самом деле. Особенно вот против таких плотных персонажей, там, как Праймал Бист, работает это идеально. Ну, тут самый плотный персонаж, по-моему, Зевс, как бы это смешно не звучало. Но хотя это бог Громовержец, в каком смысле смешно, это Зевс, блин. Это бог Грома и Молний, он готов. Ну все, решил Аганим, кстати, все свои проблемы. Мы говорили, что Эйджду умирает до, как бы, Томбы. Сейчас он будет умирать, и Томба будет перезаваться после его смерти. А-а-а, качественно, качественно. Талант имеется. Здесь смачок, кстати, хороший. Ломать сторону просто, вернее, не сторону, а последнюю вышку. Нападение от Ватсона, подставляется Зевс. И вот он, самый плотный герой, который погибает, тут же боится. Ватсона может ломать вышки, потому что гриф в скором времени закончится. По идее, можно просто бить Трон. Будут ли они его наказывать сейчас? Да, там Фантазмы, Люди, Блэхол. Идеальный ДК Фогас все-таки без байбэка. Шинец пытается сделать хоть что-то. Прыгает сюда. Там больно Гилгиру, но Дазл вносит массу импакта. Какие же от него захилы залетают? Рефрешер от Мейера, но у него уже нет маны. У него просто не хватает маны, чтобы дать бэкхол. Рейбл просто лупит Трон просто в Трон. Осталось буквально пара тычек, разбивает его, там куча томпстоунов стоит. Получится или нет? Малоди хилит Грейвит. Две тычки буквально, друзья, это минус Трон. Хэллрейзер, победа такие на первой карте. Вот это игра. Мне кажется, это вообще первая игра, которую я комментирую в рамках этих квалификаций, когда не команда написала ГГ, а когда упал Трон. Да, это редкий случай. Ой, ну это прям красиво. Балдежь, игра балдежь. Наконец-то эти игры. А ты видел преимущество вот этого? Да, да, да. Хэр — это команда, за которой приятно следить на этих квалах, походу. Самая интересная команда для боления, как я понимаю. Они вчера против Na'Vi шоу сделали, тут шоу. Это еще первая карта. Возможно, еще две будет. Посмотрим. Но сайбер-каты тоже удивились, согласись. То есть там, казалось бы, изначально игра легкая, они сами себе ее в моменте усложгли. Игра простая, легкая. Простая, легкая, простая, легкая. И круто. Но Raibol с этим, я говорю, вот эти амбассадоры Лины, они, конечно, очень круто исполняют. Да, да, да. Ты знаешь, настолько персонаж, что можешь купить что-то неординарное, типа Башара, и в итоге он импактит невероятно. Очень крутая игра. Ашер в один момент проигрывали 10 тысяч. Я напоминаю, катали против Аегиса. И, несмотря на это, сумели оформить камбэк на первой карте. Это здорово. А обычно Ашер по-другому. Помнишь? Первая карта легкая, а потом уже трудности начинаются. Решили. И, так стоп, они первую выиграли опять. Они первую игру зачастую выигрывают. В этом их фишка. Но я бы сказал, что киберкоты решили темп сыграть. И очень хорошо его играли. До одного момента, где-то вивер задайвил. Там на каких-то микростанах, знаешь, такие станы каждый по секунде, по две, там, небольшие, неуверенные. Но их много. Да, но их много и продлевают. Вивера убили плюс тысячи голды, плюс много опыта. И как-то темп сбивается. Сразу там Рошан. Этот момент прям ключевой, мне кажется, был в игре. Такой. Один из. Тут много ключевых моментов. Там переворотов было штук 5 или 6. Сколько вообще, я просто не понял. Сбился со счета. У нас есть результаты, кстати. Можно посмотреть статистические данные. Общий урон больше у сайберкотов, если что. Ну, там Зевс, надо понимать. Но все равно. И убийств больше, если что. Вот в чем дело. И богатство больше. Но общая ценность говорит о том, что даже при снесенных Т4 вышках все равно преимущество было у ХР минимальное абсолютно. То есть по голде шли нос к носу. Но по строениям жестче работали именно Киос на этой компании. Ну, Ватсон, кстати, сыграл, мне кажется, здорово. Исходя из того, что ты его помнишь, там в двух файтах зафокусили вообще без вариантов. Потом камбэкнул. Ну, я бы выделал Рейбла и Шигетсу этих двух персонажей, если честно. Ну, да. Ватсон, он просто такой, знаешь, был приспешник. Приспешник, который прыгал, станил там вот это все туда-сюда. Что-то там пытался в бэклайны прыгать. А Рейбл просто на своей линии пулемет. Машка пулеметчик. Да ты Гилгир больше, мне кажется, показал. А, ну и Гилгир тоже. В принципе, в конце видел с Вивером ПВП, но, блин, дурацкого льтового Вивера там нечестно. Ну, как-то сапики пропали. Не было такого ощущения, что Андайенко уже ничего особо не делает, захилов нет. Ну, герой такой. Рубик украл Блэкхолл один раз, вообще выиграл в ноль драку, но после этого все. Нет, Рубик не очень хорошо себя показал. Фезор, соберись, соберись. Фезор, вчера получше был. Так, ну, Зай сейчас поподробнее, я думаю, обо всем расскажет. Да, ну, не зря же аналитиком тебя называют. Будем воочию все ваши размышления подтверждать примерами из игры, потому что действительно моментов было очень много интересных, и не все они были однозначными. Первый кадр возьмем на восьмой минуте, просто для того, чтобы проанализировать, насколько все хорошо было у киберкотов на старте. Топовые нетворсы у коров разгоняются, выигрывают свои линии. И проблему у ЦК, который вообще стояет там, не может, несмотря на то, что, да, денежки у него есть, потом все сведется к сплошному фарму в лесу. Тут получится сделать какие-то элементарные фраги, безусловно, но это глобального значения нам не имеет. Тут важно обратить внимание именно на Энигму, которая тоже нелегко остается на своей линии. И момент, который как раз-таки задавались вопросом, Шейл спрашивал, что там случилось с Энигмой, которая после ганга на верхней линии улетела куда-то на телепорте. Улетел человек не на фонтан, улетел под Т2. И здесь добивает его даже не ультимейт Зевса, добивает просто Жук от Вивера, что, естественно, неприятно. Ну, а мы прыгаем дальше, где проблемы продолжаются. Один из первых файтов, где можно было выдать тот самый Блэккол, потому что Мэйра, ну, где-то просто зажимал этот ульт, в принципе, как часто это бывает, когда у тебя ключевой ультимейт, при том, что вроде бы и Рубик оказался в самом центре, запрыгивая под Т1, и Мэйра все это прекрасно видит, и выдавает и свой Блэккол для того, чтобы подойти не было возможности какой-то. Но, конечно же, Мэйра боится, что ему этот Блэккол моментально собьет. Но ты в любом случае погибаешь, погибает твой кор, хотя Батсон вроде бы плотненький, и может раздавать тот самый дэмэдж. Мы видели, как быстро слился здесь Рубикс в фулл ХП. Но мы идем дальше. Дальше очередная плохая драка для команды Hellraiser с вражеском Лисум, который уже Кингер у нас рассматривал и обсуждал, что пошли втроем, потому что стоит обратить внимание именно на мини-карту, где находится Инима, где находится Лина. Они слишком далеко для того, чтобы продолжить этот файт. Им даваться, но просто не дотянуться. И здесь спасают, но элементарно какие-то кресты от Дазла. Про них мы еще дальше тоже поговорим. И вот начинается камбэк на 30-й минуте. Смотрим на Нетворсы. Вивер на 4 тысячи опережает Лину. По-прежнему проблемы у ЦК. И также смотрим на прекрасного Зевса, у которого самым важным параметром является монопул, который сейчас есть и насколько он потрачен. Убиваются не основные персонажи команды CyberCats. В принципе, зарабатываются не такие большие деньги. Но именно этот файт подводит к следующему, который буквально через 30 секунд происходит, где ловят стан Вивера. Здесь еще нет башера того самого у Лины. И просто обратите внимание на деньги. 18 тысяч после этого файта. 19,5 плюс 1,5 уровня. Практически плюс 2 уровня. Потому что изначально сюда Вивер пришел 21-го. Лина была 19-го. Заканчивают они ноздря в ноздрю. Ну а потом начинаются проблемы. Гибель Энигмы, отданный Блэк Колл. И Ватсон такое ощущение, который не осознал, что Блэк Колл отдали. Рубик с Блиндагером находится в позиции лоу-граунда. Ему сбивает изначально несколько раз тот самый Блиндагер. Он не может сразу же запрыгнуть и поймать в этой позиции. Но Ватсон вместо того, чтобы просто уходить, принимает файт в этой позиции. И по итогу у нас залетает Рубик. На откатившемся Блиндагер дает Блэк Колл, из которого выбраться команда Хэлл Рейзерс уже не сможет. Становится ли это фатальным? Конечно же не становится. И дальше у нас просто история в двух частях, где изначально у нас думает Фейзер, жаль, что Эни Винтер верна для того, чтобы сбивать все эти прекрасные истории. Спасти с Крестом не смогли. Вивер не дотягивался по рейнджу. И второй акт. Уже не важно, что я не Винтер Виверна, потому что именно Фейзер у нас поднимает изначально в телекинез Энигму, сбрасывает поближе к своим тиммейтам из-под Нимбуса Зевса. И подошедший Вивер попадает прямо под БКБ, естественно. Энигма и Блэк Колл, после которого у нас уже преимущество фиксируется сумасшедшая для команды Хелл Рейзер, из которого отыграться к Киберспейсу уже Киберкад, точнее, не смогли. Что тут скажешь? Ну просто ребята, как мне показалось, поплыли немного под конец и слишком большую уверенность Хелл Рейзер получили. Они вот уже, как верно подмечал Кенгер, стали отыгрывать хорошими Блэк Коллами. Потому что видно на примерах, которые мы сейчас рассматривали, насколько неуверенная Энигма была на первых минутах и насколько потом уже просто нажать кнопку, дальше будь что будет, лучше, чем я умру с неоткатившимся этим Блэк Холлом. Ну возможно, там какая-то коммуникация уже в команде пошла, что типа нам нужен Блэк Холл Вивера, мы как-то зацепим этого Рубика, мы обезвредим его, не переживай, просто дай. Может быть, как-то они договорились. Изначально он думал, блин, главное, вот каждый Энигма в башке, ну там Рубик, главное не отдать Блэк Холл, вот это вот все. А тут походу команда такая, ну чувак, давай, мы снесем этого Рубика, не палься. Просто очень часто на фоне разговора о корах, которые, безусловно, много внимания привлекают своими билдами, этими башерами на линии забывают о Энигме и вот контре на эту самую Энигму, потому что у Энигмы сейчас 100% винрейт за эти два игровых дня, брали себе Хелл Рейзерс как раз-таки Энигму в прошлый раз против Нави, и у Нави была Винтер Виверна, но и против Винтер Виверна они смогли выиграть, там ни разу Блэк Холл Винтер Виверна не сбила. Вот насколько они хорошо чувствуют этого героя, наверное, это должен быть уже бан. Так 100%, я не знаю, Энигмы — это тир-один герой, я не вижу сейчас героя сильнее. Тут дело не в 100% винрейте, мне кажется. То есть был Чен на Мейджере, помните, и там тоже у него винрейт был невероятный, потом Чена начали брать против ЛГД, и что-то винрейт покатился вниз немножко. В этой игре я бы сказал, что Энигма много не сделала. Кибер-коты были готовы, мы видели этого Вивера, который вышел с линии просто качком каким-то, к лету подкачался и все, пошел лупить всех направо-налево. Энигма на турнире — это все равно босс-качалки, реально, потому что... Но тебе не кажется, что все равно противно играть против нее? То есть постоянно держать какую-то позиционку и так далее, ломает она тебе тавера. А в этой игре даже линия была плохая, но она все равно импактила. Да Энигма не особо импактила, выиграла Лина и Даззл. Я не знаю, Энигма дала два хороших двух холла под конец игры. Был бы это Кентавер со Станом, просто Прэк Стан, Вивер умирал бы так же точно, и все, было бы намного проще. Фезер был один, кстати. Даззл в какие-то моменты со своим айтем-билдом имел КД на крест что-то в районе пяти с половиной секунд. То есть он бросает крест, откатывается крест, он бросает крест, и ты ничего не можешь сделать. То есть ты воруешь у него этот крест Рубиком, а у тебя КД-то полноценно идет. Да-да-да, это есть такое. Но у Рубика Кастренч побольше на самом деле, то есть он мог там, мне кажется, в том моменте Вивера подсейвить, но не получилось. Просто мы видим, что у нас в целом-то немножко успокаивается мета, такое ощущение, и ребята вспоминают, что да, патч патчем, появились какие-то новые хорошие герои, но у нас Марси, Даззл, все то, что мы видели на мажоре, по факту, те же самые герои. Ну, не совсем. Есть Undying, Undying не было. Есть кто у нас еще? Dumbbreaker была, да? Появляется Disruptor какой-то в банах, в пиках, Битрайдер постоянно в первой фазе. Omni Night. Omni был? Да, был. Вы заражены вирусом адеквата, который в первый день сказал, что Undying — это имба. Но если мы возьмем статистику игр, у Undying все очень плохо. Он регулярно выигрывает линию. Ну, практически всегда, если только его там не душат какие-то ранжевики. А дальше-то что? На самом деле... Вернее, Undying — это как Uncha, которая умерла и переродилась, понимаете? Поэтому вот это та самая суть. Она секьюрит линию, а по игре там все вот... Ну, сейчас вот то же самое. Там Lil в предыдущем Best of 3 показывает, что Enchantress под импетусами это очень неплохо наваливает по дэмиджу. Undying очень часто теряется. То есть он, безусловно, забафанный на старте этой игры. Но вы тогда должны идти сноуболить, вы должны идти давить, играть с ним более активно, наверное. На самом деле, герой, которого все время фпшат и пытаются контрпикать, иметь там 45% винрейта — это неплохо. То есть все команды к нему готовятся, ты его все равно фпшишь. Тинни, take my beer просто. Да, друзья, вы же не забывайте голосовать. Или у нас в итоге голосование от зрителей есть там... Нам сейчас подскажут, да? Сигнал из космоса, пожалуйста. Да, вот она. И это... А, погоди. Это по итогам получается еще до того, как были пики. Кто-то здесь голосовал, кто-то после пиков. И в сумме мы видим, что Hellraiser с фаворитами. 79 на 21. Но я, честно говоря, так примерно и думал. Я видел Ашера как максимальных фаворитов. Но коты, я вам скажу, это прям такой достойный андердог. То есть это те ребята, которые способны фавориты выиграть без проблем. Это такой Рокки Бальбо против накаченного какого-то чувака. Выходит на ринг и вполне может дать бой. Но не факт, что получится. Знаете, как он говорил, неважно, как сильно ты бьешь. Важно, как ты держишь удар. И продолжаешь двигаться вперед. Да, и безусловно, в этих встречах мы видели уже камбэки. Просто Hellraiser, они вчера провели очень тяжелую схватку против Na'Vi, где тоже у них все игры затягивались. Они умеют, ну, по крайней мере, показали уже в рамках этих квалификаций, что играть в долгую и переворачивать, не тильтовать. Сейчас это испытание, скорее всего, киберкотам придется пройти. Потому что это изнуряющая игра была для них. На самом деле, когда ты дотер, такие игры, на самом деле, в кайф играть. Когда они ровные, когда они интересные. Когда тебя просто стомпят, 40 минут на базе сидишь замаринованный, не можешь выйти, там просто наращивает враг преимущества. Это да. Это давит. Когда такие игры с переворотами равны, ты, конечно, проиграл, но это не игра для тильта. Это игра, которая вдохновляет играть до тут дальше. Ты хочешь зайти в Next и доказать, что все-таки вам просто повезло. Мы сейчас покажем, как оно делается. Но вдохновляет она больше победителя, безусловно. Да и того и другого. Потому что ты выиграл все дела. Не, но с другой стороны, ты понимаешь, что первую игру вы сыграли настолько плотно, что вы прям 50 на 50 сейчас смотритесь. Хотя вы вроде изначально андердоги, наверное, ну, отчасти это ощущаете. Все равно же все там смотрят, что говорят, что анализируют, что пишут и так далее. Да и сами должны по статистически это понимать. А тут первую игру вы сыграли ровно и думаете, так мы можем две следующих сделать то же самое. И мы видим, что ХР катают это не идеально, они тоже ошибаются. Просто в следующий раз мы их за это не простим. Да, на самом деле, игра была у кибер-котов в руках, по сути. Там просто пара ошибок, пара каких-то недоигрышей, если можно так сказать, и закинули чуть-чуть. Возможно, поверили себя чрезмерно. Вот когда вивер забегает на вражескую двойку в соло, и его там ловят на станы. Момент с вивером, который рассматривался уже на предыдущих Best of 3, герой, которому необходим фронтмен какой-то, товарищ в команде, который пойдет вперед, примет на себя удар, и вивер где-то сбоку подбежит, начнет носить дэмэдж. Хватает ли праймал без 101? Потому что здесь был Зевс, который тоже стоит подальше, лезть никуда не хочет. Тандайинг не стал здесь грушей для битья, ему просто ресурсов не хватило, его стирали очень быстро. На самом деле нормально было, здесь заходит, прям реально. То есть ему не нужно оббегать, он берет этот талант на тройную тычку с джерменейт атаки, и там гиперберст какой-то под этот даггер, вообще я обалдел. Нет, с Буриза там такие, ты видел под ДД, там криты полторы тысячи залетели, полторы ты, вы прикиньте, то есть это три удара, и это можно любого героя убить практически, а там же есть армор, какой-то еще, ой, персонажи и так далее. Мне кажется, праймал бист просто, и вообще любой танк, он не работает в С-Киоснайта. Потому что ты влетаешь и такой думаешь, я сейчас танкую, я под БКБ. Бам, бам, все, два-три крита, и ты откисаешь. Ну это лейт ЦК, и ЦК в лейте очень хороший герой, но Лина, Лина я просто прям, я фанат этих команд, все, все, все. Лина понихонечку прям входит в мету, то есть мы видим ее все чаще, чаще и чаще, и это радует, потому что герой интересный и постоянно дает какой-то движ на карте, что важно. Причем это Лина такая, знаешь, которая не просто, ну я куплю БКБ, я куплю Дедалус и все, и бью. А тут вчера магическая Лина, сегодня с Даггером и Абислом, что вообще как? Но Лина это герой, вот как, помнишь, ты отметил на рубике, возможно Фезер не так круто исполнил, потому что мало практики. То есть на Лине практики прям нужно много, ты должен быть адептом этого героя. Ну что у нас по пикам, улетит ли Энигма, не будет, а нет, слушай, будет ФП как раз-таки у Сайбер-котов, возможно самим Блокколи. Ну я думаю, они сейчас Чена какого-то подбаня для ХРов, они всегда, вчера все три игры играли с этим Ченом, а Кибер-коты его не брали себе в вчерашней серии. А у них по-моему не играет, да? Да, 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 в этом проблема. Но это, кстати, тоже печально, вот когда у тебя нет игрока на Чене, потому что Чен он всегда хорош в любой мете и три года назад его пикали, но все равно был. Он крайне хорош вот в последние пару месяцев, то есть на мажоре и вот в этом патче, почему-то его не стали резать и зря, зря игроки не стали наигрывать наоборот, мне куапнули немного. Да, да, да. Что-то у Чена винрейт упал. Чена только лучше становится. 90% винрейт упал до 89%. Давайте-ка мы что-нибудь сделаем. Как же похорошел Чен при аспроге. Есть такое. Ну что, Энигму берем? Не отдали просто. А, Энигма в бане, погоди. Ну первый пик за команды соперника и в принципе просто не хотят сами с этим справляться и бороться. Ну какой-то бист может залететь на самом деле, с которым они неплохо показывали себя вчера и сегодня и закрыть, вот у Бэтрайдера, мне кажется... А Марси? Как вам? Марси? Не уверен. Креться с Марси. Мне кажется, нормально. Мне кажется, Примал Бист поинтереснее смотрится для киброкотов. Какие еще герои на ферстпик есть? Я видел, с Дазла кто-то вообще открывался. Дазл сомнительный. Я вот вижу для себя пока что только Примал Биста и Бэтрайдера какого-то неожиданного по методике Немиги, так сказать, потому что герой очень сильный. Может, Лину какую-то захотят уцепить. Прямо сразу? А, или Разора какого-то, который плекстит туда-сюда. Кстати, Разор, да, прикольный. Тини вот хотелось бы, конечно, сейчас пикать, если бы Месса этот не убрали, потому что вообще идеальный герой был, его постоянно брали. Тини исчез просто. То есть парился из всех возможных драфтов. Хотя казалось бы, 10 Месса вполне играбельно. Для героя, который должен добежать, как бы тяжело. И тут выходит Сэмка и говорит, у меня так же все начиналось. Мне сначала забрали 5, потом 10 и вот я здесь. Сэмку, кстати, апнули. Возможно, начнет появляться. Она появилась, Сэмка Timber было открытие на первый-второй пик вчера. Против Чена, против Чена. Так. Ну, Шагетсу играл, кстати, на Думе, если что. В теории можно взять, ну, малые игры, но были. Вот, то есть в теории можно, как вчера Аутседрис, да, помнишь, в Лексиде героев таких, как ДК, Дум, Визажа получает в ответ и Марси. Ну, вот то, о чем я говорю. Марси, мне кажется, это такой герой, которого надо сейчас брать. Слишком много делает. Визаж уже хороший герой, такой интересный. Его не так просто задумать. Птички всегда будут лупить все равно. Марси ускорит еще героя в Думе. То есть у Hellraiser какая-то такая, знаешь, что уже, возможно, готовая линия прям выбрана. Не, ну, это сильно. Мне кажется, вообще вот такие открывать нижнюю или верхнюю линию это очень круто. Ну, желательно харду, потому что у тебя уже есть стратегия, она 100% работает и оппоненту ее законтрить, ну, как бы тяжело, да. Против Визажа есть, конечно, сильные герои, но он всегда своим факт делает. Я бы какую-то Виверну тут целился. А, Вайда прям. Нифига себе. Как-то слишком с козырей, по-моему, заходит на первой стадии драфта. Я не знаю, это какие-то герои такие, знаешь, у обоих героев по 150 секунд кулдаун на ульт и Визаж, герой, который вышки в принципе лупит, можно еще что-то добрать под это и можно спокойно темп получить очень жесткий. Кстати, Визаж Марси гиперкомба в том плане, что Марси качает третий спелл Макшиной, на птичку кидает, там птичка плюс 60 дэмэджа и вот с нереальной там спидом начинает ломать все и всех. Со штормом, помнишь, еще было? Шарзик покупаешь, накидываешь, там птичка ту-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Просто залетает нереально. Тут то же самое, только без ограничений по количеству ударов, то есть это даже жестче. Потому что с Марси такое чувство и история, как и с Ченом. Все думали, что после мажора ее будут резать, а ее сделали так, что чуть ли не лучше становится в каких-то моментах. Нет, ее в принципе подрезали в том плане, что ты сейчас не можешь купить на ней даггер и давать себе этот ненормальный стан или линзу. Сейчас на ней, видишь, БКБ покупают. То есть чтобы ты прыгал и бил, а не прыгал и дизеблил. Но при этом мы видим сколько раз в небольших ситуациях, не в глобальных файтах Марси спасает своих собственных коров, давая дополнительно там бонус ускорения и прочее. То есть это по-прежнему хороший герой на линию элементарно для тебя. Да и по игре нормально. Мы видим, что с левелом-то хорошо все. И с покупкой там блокинок БАРа. Опять же, у тебя есть какой-то потенциал, можешь баш рвыть, если игра прям мега-мега хорошая. Забрали лину. Мне интересно просто, для Егора этого Зевса заванят или нет? Потому что он, если что, на этих квалах, кроме Зевса, ни на чем он не играл больше. Ну у него две игры было пока же, дай ему время. Да нет, то же самое. Я тебе говорю, мне кажется, вообще-то драфт от Егора строится. Он говорит, хочу на Зевсе. Они такие, ладно. Это называется основой драматургии. Он ни одного там не играл другого матча на этих квалификациях. Только Зевс. Две игры всего-навсего за все квалификации. За всю историю квалификации на Инд 20-22 он играл только на Зевсе. Смотрите, кстати, боятся МРФа все равно. Несмотря на то, что от Ватсена там перформанс вчера сомнительный был, но это всегда. Он вчера не так плохо играл. Он превращался в Пуджа, Хукал, но Пуджа от Витюна просто всех сожрал. Там тоже проблема была не в морфлинге. Мы сегодня обсуждали это с адекватным что-то шло, что там команда не может никак его поддержать. Если все сводится к одному морфлингу, но в современной доте так не получается. Он должен играть 4 плюс 1 хотя бы. Забанить динозавра для Киберкэтс. Сигнатурки Ватсена, кстати, убрали. Вот Темпларка на нее много играл в свое время. Они вот банят тройки, да? Но Киберкэтс банят на самом деле таких плюс-минус темповых героев, потому что морф выносит свою линию зачастую. Если там линия какая-то не уверена, а Дум это уже такая не очень сильная линия. Темпларка выносит линию, потом фармит стайки, становится огромной и забирает Рошана, Вышки. Но против Войта это идеальный герой, мне кажется. Ты хромно ставишь, что ее никогда в соло не убьешь, она тебя может зафокусить, особенно если орфик какой-то появляется. Не. Просто вот они забанили Праймл Биста, и сейчас еще одну тройку, скорее всего. Они думают, что это Дум, видимо, будет какой-то сап. Я правильно понимаю? Не, эти герои, они все в мид могут пойти. Ты думаешь, Праймл Биста возьмут? Да, он в миде в мете тоже сейчас. Ну, я смотрел, листал про трекер условно, и там показывали, что... Егор катает? Не, не Егор катает, показывали, что Праймл Бист, в принципе, в топе мидеров относительно. Там как партия скажет, скажет катать, будешь катать ради того, чтобы пройти дальше. Но тут очень хотят пройти Ашеры, поэтому появляется Даззл. Даззл — это подсейв в Хрону. Как-никак, Даззл — это Темпо, кстати, вместе с Визажом, мне очень нравится. Постоянный подхил какой-то будет. Пак! Давненько мы его не видели. Кстати, против пака Визаж может и в мид пойти. Против пака Визаж может и в мид пойти и очень хорошо постоять. Как-то все так завязано на ультимейтах сейчас снизу, но это просто кошмар. Зато сколько их! Тут как бы знаешь, когда один ульт, веса тут работает на 100%. То есть всегда можно как-то попробовать камбэкнуть, когда ты всех поймаешь. А там что будет в ответ? Так, это Эмбер Спилит. Классический от Рейбла. Это его сигна, прям сигна-сигна. Мне нравится, с одной стороны, с другой, очень много контроля на тебя, но от всего можно уйти. Можно под Хрону не подставиться, можно задоджить, кстати, к Шторм. На самом деле, Дум вот с этим паком и с этим дизрафтером очень хорошо стакается. Там планшет, что ты дал Дум, и чувак не уйдет. Ты просто ему либо Глимс, либо Койл дашь. Все, посиди с нами, дружище. И это 100% всегда чувачка задержит. Там правда ГДФ есть, но это может быть меньше, чем надо. Забани Трабл Эйды, кстати. Что Террор, сильный на линию против Вайда и Дизрика. Ой, подожди, не против Вайда, а против Дума. Просто темповый герой. Ну, мне кажется, у тебя столько магии в пике, что вроде нормально. Остается Фантомка, кстати. Фантомочка. Ну, ее в этом патче 32б как-то подрезали, она уже не так хороша, на самом деле. Ну, она сегодня была. Вот X3 ее брали и еще кто-то был сегодня. Да. Была, знаешь, кто еще был? Как раз таки в сетапе. Много сирены еще было. Как тебе такое? Вообще, какого-то Урсу, может быть, вижу для ХРов теоретически неплохим. То есть, она против Дума на линии очень сильная и против Вайда может энрейдж там как-то нажать и Рошанов забирает. Что-то такое нужно им взять. Энрейдж им было тут. Да. Что-то такое, что может отвечать на эти кулдауны. То есть, враги потратили с полы, ты можешь забрать Рошанов всегда. Для этого Урса и хорош. Мне кажется, нужен какой-то четкий такой стан по типу Бессмайслера как раз и Праймл Рора, то есть, чтобы станет именно таргетно. Потому что пока здесь Дрим Койл как бы. Здравствуйте. Ну, Киберкаты согласны, что Урса был хорош. Забанили. Так, и непонятно, тройку или четверку хотят добирать Киберкэтс. Потому что Дум в такой флексовый герой они на ФП взяли. И сейчас покажут, куда все-таки он пойдет. осталось 10 секунд. Но у них первый пик будет в последней стадии, поэтому я думаю, по плану уже что-то там выявлено явно. Ну, кто у них? Это Кафогас на Харде. Может быть, это какой-то, знаешь, сумой же типа Волка, которого Леха очень сильно, Нонградыч, не надолюбливает на этих квалах. Но тут, на самом деле, он может побежать на Дазла, может побежать на Марти, спокойно загрызть там кого-то. Да показывай Тимбер, это тоже в драке всегда полезно. А, Тимбер, кстати. Тимбер, думаю. Тимбер неплох, тоже. Я вот, кстати, думал насчет, но... Такой герой, знаешь, сдерживатель. Сдерживатель, который просто выиграет линию и потом встанет, куда придут враги и будет стоять. Волка забанили. Ну, что-то читаем их, баны, да, получается? С кайфом. Хочется верить, что и команды также рассуждали, что мы знаем, что они знают. И мы готовы к тому, что сейчас будет происходить дальше. Ну, давайте, мужики, с Богом. Драфт на квалы к Интернешнл, если что. Последний, возможно, на Дарквиллу какая-то есть еще, кстати. Можно четверку добрать, не вазили, на тройку добирать. Есть четверок Дарквиллу, есть Белочка для Физора, на которой он очень круто исполнял вчера. Белочка? Дарквиллу с паком всегда круто, в том плане, что Койл-Райз и всегда порвется вот это все. Виверна не нравится тебе? Виверна? Я постоянно ее ровить. Ну, мне кажется, кстати... У тебя татуировка где-то по всей видимости. Да, на пояснице. На самом деле, против визажа, мне кажется, Виверна нормальный герой. Там как бы есть магия, но Койл-Дамберейс тоже походит. Ну, в хроны, знаешь, хочется заливку какую-то в хроны иметь, помимо пака. Дезераптор дэмэджи не дает, поэтому... О, знаешь, что вспомнил? Даунбрейкер же есть. Не-е. Тайт! Тайт Хаттер! Они пятый ультимейт взяли. Ребят, пять ультимейтов. Тебе нравится? Мне нравится, да. Чисто Пайфман. Типа, все ульты. Я Тайт энджоер. Не знаю, Тайт прикольный герой. С него скинется этот яд, с него скинутся эти чайны, даст этот якорь, там птички умирают как-то. Но тебя не смущает, что КД миллион лет у Раваги? Ну, что поделать. Если они соберутся в каком-то мид-гейме со всеми своими кнопками, это будет очень страшно. Как на них нападать, там, в принципе, не ясно для хеллрейзер. Из минусов видно, что тавер-дэмэджа какого-то нет у киброкотов. То есть за эти ульты они не могут какое-то преимущество себе добыть такое, знаешь, территориальное. И Рошана не так просто собрать, хотя Тайт имеет минус армор. В этом плане есть просадка у пика, но подраться с ними будет непросто. Нужно как-то нааккуратничать. БКБшки вроде нужны. Не факт, что они спасут здесь на самом деле. Ну, мы видели, как на Дизерике можно исполнить один хороший эстатик шторм. А здесь его будет довольно просто поставить. Тоже Дазла на самом деле. Это, кстати, самая игра, где Дазлу, возможно, как раз Акторин, начиная с линзы, можно собрать. Да, можно в Даггер какой-то. Ну, либо Даггер, да, Даггер. Это бюджетный, бюджетный такой вариант. Ну, на пятерки тяжело. Ты там такой, о, у меня 700, скоро Даггер. Ай, осталось 500, убили. Не, ну, Мелоди топ-1 ранг, он в прошлой игре бегал с Акторином, все-таки что-то знает, где-то бабки собирает. Да, да. Акторин, Форс, там бабки не проблема были. Это тот самый сап, как те самые пятерки. Сын маминой подруги. Который подбегает, а оп, одного крипа добили. Луна. Луна. Я фанат хэров. Луна прям герой балдежи. Это герой, который дает темп, который забирает эти стаги как раз, вышки, Рошанов за эти ваши игры. Я за хэров 100%. Я увидел Тайдхантера, мне плохо стало. Не, мне нравится Тайд, но Луна, мне очень нравится этот герой. Сейчас еще добавили этот шарт, что демидж добавляется, ты Эклипс нажал. С Рошана второго шарта забрал. Соточка демиджа, здравствуйте. Да, просто минус вся база сразу. Просто у Hellraiser's выглядит драфт намного проще в исполнении своего, потому что если кто-то даст свой ультимейт не туда, не в командный, скажем так, файте, у вас сыпется полностью коты. Нет, ну смотри, кто-то даст не туда ульт, у тебя еще четыре. Тут как бы есть опции. Да, да, да. Типа, о, у них нет хроны. И там ромага. На, сюда. Ладно, я так понимаю, у нас игра начинается. Да, я передаю слово вам, ребят. Спасибо, мистер Зайдс. Благодарим. Все, от аналитики переходим к самой игре. Ты за Ашера, я так понимаю, да? Ну, мне нравится Луна. Я не знаю, я фанат этого героя такая. Она вроде всегда проигрывает по ощущениям. Я каждую игру смотрю, Луна проиграла. Но за нее болеть как-то интересно. Я смотрю, ты так в драфтах цепляешься больше за какие-то одиночные моменты, да, там, за героев, а не в общую картину. Ну, блин, за общую картину слишком легко будет. Так неинтересно. Хочется, знаешь, что-то такое, какую-то фишку. Ну, все, я тогда тоже за Ахер. Мне нравится. Пишите в чате, за кого болеете вы. Там, конечно, процентаж был такой. Понятно, что восставшие из ада являются фаворитами и по версии нашего генерального партнера Bad Boom, и по вашему мнению, и там по предиктам, по коэффициентам, почему угодно. Но в целом, я просто, знаешь, как мыслю еще? Вот Ахер, у них пик в той игре, как мне кажется, был хуже. Они выиграли. Сейчас у них пик, если не лучше, то он, по крайней мере, 50 на 50, тогда они уж точно должны победить. Ну, мне кажется, киберкэтс после первой игры, вот там было 20% за них, сейчас фанатов прибавилось точно, потому что эти чуваки показывают зрелищную доту и очень приятно смотреть. Посмотрим, что будет в этой. Сейчас они набрали ультов. Переходим к игре потихонечку сейчас. Посмотрим, что мы придумали команды. Когда будет Фернсблат, то у нас я не могу понять. Я осознаю, что это квала к анту, все потеют невероятно. Кстати, пак не полетел в арт ставить, что интересно. Видимо, Вижен какой-то другой планирует сделать. Здесь обычный опс, но не на глазик тоже. Рейбл поставил в Мидивард, чтобы проверить это все. Киберкэтсы, кстати, не жмут смоки на такие забеги, они просто встают на свои, ну, около своей горочки. Это их фишка какая-то, походу. В прошлой игре тоже они пошли к своей горочке, встали без смока, а Хэрри пошли в смоки и опростоволосились, скажем так. Ну, там Праймл Бис тоже убежал на сотки хп, на самом деле. Ну, жирный герой такой относится. Да, это Мондаин. Не, ну, плотничай, плотничай. Я так смотрю, тут просто реально как будто из качалки два друга выходят. Один занимается 10 лет, другой 7. Но тот, что 10, это тайт. Вот, и думал, вот, друг рядышком такой, ну, сюда. Падаван. Ну, да. А тут такие турникмены больше. Чисто. Во дворе я там, на турничке, повисели. Ну, посмотрим на Милера на визаже. Этого героя я давненько не видел. Мне кажется, что это герой с большим потенциалом. Что это за... 1,50 от Бэтбум. Не, ну, друзья, на такие кэфы можно под бонус 100% на первый депозит однозначно залить. Плюс не забывайте, что есть кейсы фрибетов. То есть вы делаете ставочки как раз-таки и получаете ничего интересного. Партнеры из Бэтбум уже больше верят в Киберкэт после первой игры. Там было 3,6 против 1,3 вроде как. Что-то такое. Сейчас уже ближе-ближе становится к коэффициенту. Есть третье, там будет 1,8-1,8, я думаю. Мне тоже так кажется. А покажите Войда нам, пожалуйста. Там Войд так. А Войд с Арканой. О, мы видим ту самую Аркану. Это Ктулку. Ну, честно, противный какой-то, А прикинь, вот против тебя такой играет, как тебе стрёмно. Подбегает такая улитка и... А ты видел, есть этот сет? Ну, ты по-любому видел. Чёрный-чёрный такой на бруду. Вот, типа, да, как по... А есть у тебя арахнофобия? Вот как в доту играть вообще? Я не понимаю. Была бы возможность скины хоть отключить. Опа! У Рейбла не ноль игр на этом персонаже, кстати. Нет, это, кстати... Ну, это сигна. Это сигна. В каждой папе я вижу Рейбла против себя, он на Эмбере бегает и я ругаюсь матом. Вот так это обычно происходит. Сильно он катает на нём, безусловно. Что у нас пока по линиям? Мы видим, что Эджду просел, ну, для него линия в очередной раз такая непростая, его там на первых лавалах мучают. Ну, и Гилгир на Марсе исполняет великолепным образом, на самом деле. То есть даже если на лайне не получается, потом, походу, он разгоняется. И тоже, знаешь, в Марсе все, наверное, думают, да такой герой, чего понерфили, чего его банить? А для Хэра это вообще такой бонус отличный. Он играет на героя. Так, интересно, что тут у Луны. У Луны линия начинается с третьего левела, когда пассивка 2 становится, и ты, твой суппорт, получает плюс 15. На первом левле, конечно, маловато. Лучше Бим взять для Ласхита Рейнджа. Ну, Бима взял. Нет, тут на самом деле, да, с третьим левелом под поездом тач можно реально преследовать героев. Там тает, конечно, плотный. О, пошел тач, пошла... 100% побед, кстати. Как тебе такое? Не проигрывает на Луне, а чаще даже выигрывает. Да-да-да, очень часто выигрывает. На целую одну игру. Ну-ка, да, 13.5. Это значит, что он прям высушил. На мажоре тоже видели эту Луну от Артизи. Против кого они... Против Энтити они играли. Там очень уверенно было. Может, тут тоже увидим уверенную игру. Герой темпы такой. Посмотрим, будет ли ему стаки. Так, Даззл там один в двоих. Мелоди. Фэзер. А задумочка есть. А хила нету. Можно яд накинуть и в теории размен, по крайней мере, навязать. Мелоди ушел. Да ладно. А Фэзера убьют, скорее всего. Там Бим просто откулдаунится в скором времени. Ватсон не пошел до Талова или Мискнигтун на карту. Он подумал, что Дум за дерево зашел. Но Дум тратит фласку. Это приятный килл. Еще ферстблат для Ватсона. Отличные прокрыли Тайда. А Мелоди-то выжил. А там преждевременный вард стоял. Видел? Который блочит кэмп Думу. Чтобы тот не забирал крипа. Знаешь, что-то эти вот... Гарпи. Ой, это вообще... Заблочил большой кэмп. И этот кэмп ему нужно идти очень далеко. Там пол леса заблочено. В вардах, в сантрях. Поняли. Знает, как против Думы играть. Как Тухер, такое начало. Вспоминая прошлую, да, карту. Там и в топе все было тяжело. И в боте напряжно. А тут все три линии пока что выигрываются. Топовые крипстаты за ними. Тот самый Ктулху имеет 83% побед. Дальше детство. Мне кажется, сейчас каждый уважающий себя кэрри должен исполнять на войде. Потому что герой слишком такой метовый. Один из топовых винрейтов паблики у этого героя. Со спины, кстати, этот Войт немного на Дарксира похож. Я вот что вижу. Гилгиры вернули. Гилгир был похож на трупа. Но буквально пару секунд. Не-не-не-не-не-не. И ЧТУ падает. Красота-то какая. Но опять же, ХР вот прям чувствуется на тоненького, да? Ты помнишь, как Сайберкэт забайтили тогда на Блэкхол? Когда Шигетсу стоял и байтил чисто сидел. А, да-да. Нет, тут мне кажется, было уверенно очень все это от ХРов. Там чувствовалось, что у Виссиджа много дэмэджа с запасом. У Луна 11 Денаев уже. Как же они разносят эту нижнюю линию против двух милишников? Как-то такой, знаешь, промечивый пик Тайда, походу, был. И ферст пик Дума, я не знаю. Денаев очень много у Ватсона. Собрался он. Разыгрался, раскликался. Да. Ему еще и соло лейн оставляют. Тут Плак. Так, Мелоди на руну идет. Ну, если бы разбил, было бы очень красиво, но там тяжело. Взял Тайдж-2. Пошел в Физору бить лицо. И Дум с мувспидом 0 примерно пытается уйти. На глазик, что ли, пытается залезть куда? А он ТП просто на Т1. Ну, приходится, приходится. Такого могут убить, к слову, если он покажется на линии. И проблема, Дума, в том, что если ты не берешь раннего крипа, да, какие викилы там не находишь и так далее, то как тебе стоять? Ты милишник, водить крипов тебе даст, он не даст, не в жизни. Стоять, как бы, красть экспу у Тайда тоже не очень здорово. Может, в лес вообще уйти? Ну, вообще, снизу какая-то катастрофа. Там этот кэм большой заблочен, у Тайда всего 10 крипов на 4.30. У Луны 13 денаев, больше денаев, чем у Тайда крипов. Просто разнос, просто разнос от ХРов. Опа, тут Т2 цепляют, но есть, в принципе, Гримс, чтобы спастись. Тут еще Майера пытаются пробить немножечко, Шидец, кстати, получает в ответ, но может спокойно упрыгать и восстановить себе ресурсы. Да, под Дилейшином трудно нападать в Дизраптор, Вод всегда прикроет братишку своего Тим Тайм Дилейшином, и в итоге живут, живут. Но не так просто, в H2 вообще нет ресурсов. Закончилась мана на все эти Тандерстрайки. А что с Егором случилось? У него тут по крипам все совсем грустно, Эмбер прям-таки доминирует, и нет смолкэмпа, чтобы сейчас как-то камбэкать, что-то делать. Будет, кстати, шестое раннего Раибла, и в теории он получит левел быстрее, чем Пак, и даже может попытаться его убить. Поэтому Пак пошел регениться на базу. Эмбер хорошо против Пака всегда стоит за счет фистов, у Пака ноль армора. И Пак, знаешь, любил вот этот вот мидия момент, когда ты в криповке даешь орплэн, отлетает в маленький кэмп, ты всегда разгоняешься, даже если тяжело на линии, ты быстро поднимаешься. Сейчас Пак подкосил этот патч, скажем так. Скосили, я бы сказал, Чду в моменте. Да, ты прав, нападать в Войда и Дизраптора неприятно, но когда у тебя есть такие сильные персонажи, масса и магического физического дэмэджа, тяжело что-то сделать. Ну, Чду нельзя подставляться на Дизрапторе, получается, Эдж из Дула опять. Фезер тут ждет шестое, попытается выйти на руну. Ну, кстати, кроме шуток, на месте сапиков, на месте Марси, я бы стянулся в центр, покуда у Егора нет шестого, и попытался бы его убить. Потому что он-то хотел на базу регенить ресурсы, сделал ТП. Если Пак убьешь, у него не будет телепорта, это вообще Габелла. Руна, кстати, заспамилась на топе. Можно наказать Фезера, Мелоди подошел, сейчас кинет свой яд, замедлен Дум, полетел с ультимативной способности, и не туда Трим Койл! Красота-то какая, Рейбл! Ну вот он, молодой задрот, импакт от сколько в миде. Я говорил, это сигнатурнейший Эмбер, заранее стоял реминант на Руне, и в итоге развел Егора на Койл. И почти убили Дума еще. Я думал, он полетит реально за ним, как сумасшедший, а там-то на два шага вперед, думает человек. Вот так вот. Может на Думе, ну без шуток в лес уйти? Я, конечно, понимаю, что с другой стороны Тайда, скорее всего, убьют, да, в таком случае. Мне кажется, у Лоны большого левела хватит дэмэджа вместе. Мне кажется, Тайду Дум уже не поможет этому, если честно. Ну да, надо уйти, наверное, в лес, потому что... Ну сейчас он залифилит Боттл, это хорошо, но потом возвращаться в топ, это чисто микс-ку вырывать. Так, нападение на Гилгира. Гилгира, скорее всего. А, или ты паут какой-то получится сделать. Есть ботины. Башку поставил. Красота какая. Ну вот это килл уже такой интересный. Ну это может быть из-за арканы баш прогнул. Знаешь, не было бы арканы, может быть, и баша не было бы. Пой ту вен или что? Я не понял, Габиен. Дабл дэмэдж, кстати, у Раибла. Можно в теории оформить куда-то телепорт. У Тайды нет, допустим, Равани. Да и даже если есть тебе все равно, можно на него ворваться, сделать телепорт. Либо в топ, где кого-то преследуют. Если я ничего не путаю. Да, здесь нападение на Мейера. Будут его уничтожать. И вот этот Фейзер импакт подъехал по всем видимостям. Да, вот Фейзер. Но тут ТП. Много дэмэджа. Там дабл дэмэдж, я напоминаю. Раибл Фейзера точно накажет. И полетит дальше в двух сапах. Да ладно. На седьмой с половиной минуте. Как же много урона. От него залетает уже минус два. Раибл. На Эмбере жарит очень жестко. Да, это сигнатурнейший Эмбер от Раибла. И потратил глимс Дизраптора на возвращение того самого Висаджа. Хотя Эмбера уже и не вернуть. Эмбер слишком хороший герой против Дизраптора. Против этих героев всех. Ты вообще понимаешь? Он ничего не потерял. То есть он пробил под ДД Пака. Пак ушел на базу. И пока Пак регенится, он просто бил двух мотивейтов по факту. Очень жестко. Отличная игра от Раибла. И Егор не может тебя найти. Он если что, вот после этой драки сделает телепорт. Возможно на повторах даже покажут. И как бы все. Раибл спокойно за счет ремнантов сместился в мидл. И будет находиться там, спокойно фармить. Пак перетянулся сюда же. Тайд тоже смещается в эту позицию. Что интересно. Но видимо ему фармить вражеские леса надо. Он понимает, что где-то там, наверное, для Луны по стакали. Бедолага Декафогос. Кстати, ХР не стакают вообще. Я вот заметил. Они играют чисто в линии, упор делают. Я ни одного стака от них не вижу пока что. Даже на тройке. Там для Луны у вас Луна. У вас герой, который любит фармить эту тройку. Но упор на линию у Луны у вас просто в два раза больше, чем у Тайда. А в топе Визаж Войд хорошо стоит. Мы видим. Несмотря на то, что убивают Дизрафтера по кулдауну, у Вайда все неплохо. Возможно, где-то за хроносферу получится убить кого-то. Того же самого, например, Эмбера, который огромный уже. Правда, Даззл мешает. Посмотрим, как оно выйдет. Вообще, конечно, квинтэссенция ультимейта в пике у Сайберкэтс. Они говорят о том, что 2К преимущество врага может быть потеряны. И, кстати, в прошлой игре мы это с тобой видели. То есть одна ошибка. Тут, правда, ошибаться сложнее, мне кажется. На Вивере куда-то задайвить, передайвить — это одно дело. На Луне потеряться, когда еще и Даззл под тобой, который будет постоянно сейвить. Нет, Луна будет уверенно по вышкам бить. Кстати, в этой игре, если не пофиксили эту тему, что Марси может с купола выталкивать героя в первом спаллом, возможно, увидим линзу на Гилгире. И он будет подсейв от купола есть, прикинь. Помимо Греева еще и первый спалл Марси. Думаю, если это работает, то Гилгир про это знает. И мы увидим это в этой игре. Не одно стако на энштах. Мейера тоже у него все не просто в топе. Его уже выгнали в лес. Дум пришел, наказал. Порядок навел. Тай тоже в лесу уже. Ну, по факту фармится три линии лес. У Сайберкэтс две линии лес. То есть они где-то моментами проседают. Мне кажется, Думу реально надо всякие кимпы, хотя бы маленькие там, средние фармить, иначе будет проблема. И, кстати, там замечают Марси. Возможно, будет Глимс какой-то. Но тут вроде и Рейбл рядышком. Ну и Рейбл пока девятый левел. Опа, нападение на пако жесткое. Глимкоил по двоим. Это хорошо. Но там все еще есть чины. Можно просто наказать Егора. Егор страдает. У него мало хп. Выживает на 10. И будет Крона идеальнейшая. Правда, закрыл еще и Дума. Хватит ли урона здесь? Нет, не хватает. Просто демеджа Фезера будет падать. Рейбл калькулейтед. Прыгнул в четыре героя. Выжил. Еще и убил кого-то. Ну, Рейбл очень плотный. Девятый левел. Есть уже Magic Shield. Flame Shield. Или Flame Bard, как он называется. Луна все это время разгоняется. Натворс просто в небеса улетает. Потихоньку, думаю, начнут подстакивать иншейща Луни. И потом... Ну, хроносферы нету. Можно выходить в вышке, как мы и говорили. Нет ни Хрона, ни Койла. Сейчас, возможно, какое-то давление от Хэров уже будет по карте. Увидим. Возможно, захотят какой-то Dragonlance еще на Луне, знаешь, нафармить. Да, да. Возможно... Ну, не стоит спешить, знаешь. Понимаешь, поспешишь, и ты уже можешь, ну, не вернуться к тому преимуществу, которое у тебя было, если ты, ну, слишком сильно куда-то порвешься. Ну, как-то как на ТБ, мне кажется. То есть до Dragonlance лучше не надо. Потом уже бить вышке становится очень-очень комфортно. Войд, кстати, смещается в бот со своим братишкой. Тут даже Дизрик перетягивается. А у Дума третий левел был только что. Он съел Крепа, стал четвертый. Одиннадцатая минута. А, посмотри на Дизраптора. Там, по-моему, даже с книжкой тоже шестого нету, даже близко. Нет, вот и шестой. Не, хорошо тогда. Но у Думы огромные проблемы. Хотелось бы получить ультимейт. Ты знаешь, ходить просто кошмарить. В тебя уже так просто не нападут, потому что у тебя ультимативная есть. На ульту нажал, ты сразу плюс левел там за фраг где-то можешь найти. Ну, и камбэчная. А так девятый пока что у Ватсона. В скором времени будет десятый. Он обгоняет Егора по экспириенсу. Это за счет того, что вот они лайн выиграли, его оставили в соло. Открывается еще и топ дополнительно. А вот бот можно дефать, потому что тут Эмбер. И, кстати, Эмбер — это один из немногих героев, на изи, потому что если что, на ремнанте просто улетишь. Очень неприятно делаешь, да? И пришлось улететь. Не получится поспамить. Фистайм под делейшном. Все-таки это Ваттон, такой, знаешь, неприятный герой в этом плане. Всегда где-то там. Оп-оп-оп. Свои чернил. Чернил вот эти вот насыпят на тебя. Как баш прикольно выглядит с этой арканой. Да, очень красиво. А ты видел до этого еще аркану? Ну, так, знаешь, краем глаза где-то. Я на стриме вот заходил, видел. Красиво было. Красиво выглядело. Опа, там нападение от двух сапиков. Неплохо здесь. Можно прогреть Дазла. Я понимаю, что это пятерка, но это пятерка первой ранга, между прочим. Или второго. Это килл для возвращения уверенности, для возвращения в игру. Что-то такая, знаешь, безголевая серия, скажем так, была вот сейчас какое-то время. Там не получалось где-то фраги найти, где-то даже за хрону не убивали. Мы убили Дазла. Ну, пощадите. Ну, не надо. Ну, не стукай, дядя. Ну, и так, четвертый уровень. Дай пятый хотя бы получить. Алло. Опа, просто душка нереально. Они хейтят этого Дума, Фезера. И та игра не скрелилась, да? Был один бэкхолл хороший, сворованный, и все. Сейчас вообще я не знаю, кто он ультимейт-то получит. Ну, это на самом деле их пикер поставил его в такую неудобную ситуацию. Тяжело, тяжело тут играть. Два милишника против Луны Дазла. Луна Дазла — это просто сумасшедшая линия. Их там просто откошмарили. Честно, я вообще не понял Дума раннего. Возможно, они играли с ним, хотели его на тройку бахнуть. Типа, потом поняли, что нет, давай ты сыграешь на четыре. Он такой, ладно, ребят, давайте. Я для команды что угодно. Главное — затащить. Ну, они там над первым пиком думали, минуту где-то бонус тайма потратили на этот ферст пик. Хотя должны быть какие-то заготовки. Походу, какие-то удивительные баны дали Хэры. Этот бан Баньши. Они опять на него идут. Ну, не надо. Да хватит, поезер опять на эту же вышку просто перенесел. Уже пятый левел. Уже, знаешь, это как по уровню выиграть. Знаешь, по кирпичику игру строить такую. Скоро шестой, и там пойдет. Москва тоже не сразу строилась, да? Я понимаю, но как бы Москва не рушилась в конце строительства. А здесь пока все к этому идёт. Ну, Дум еще тоже как бы он намерен выдать импакт. Ни одной Раваде мы, кстати, не видели. Там Равага только недавно вкачалась. Там Тайд на шестом тоже без Раваги играл. Он фармил лес, разгонялся. Луна уже одиннадцатый левел тем временем. У-у-у, какой же огромный Ватсон на Луне будет. Вернули Рейбла. Но это больше защиты, нежели нападение. И вот преимущество Тайда, наверное, в том, что он прилетает где-то там на десятой слэш пятнадцатой минуте на мид. Стоит. У него полторы тысячи хп, армор, пассивку все скидывает. И все. Владимир уже есть. И как бы западает на тавр уже. Выходит во Врейспакт. На самом деле, чуть-чуть еще набрать ХР, какой-то БКБ на Луне купить. И там уже можно Рошана. Мне кажется, в Врейспакт в этой игре, кстати, плохо, нет? Да нормально, нормально. Всегда нормальная шмотка. Это слишком такая, знаешь, неприятная для врагов, приятная для союзников. Лишнее не будет. Приятные статы дают там и хп, и ману, и лайфстил. И решили напасть реально на монстра из канализации, на ДК Фокуса, которого там миллион хп. В итоге поплатится, возможно, своими жизнями. Хроносфера, хроносфера по корам. Дум в Луну, Дум в Луну. Ууу, какой рэвидж по всем. А вот это жестко, можно Луну тоже забрать. Уже минус два героя. Гилгир, надо отсюда улетать вместе с Рейбом. Но, возможно, Гилгир отсюда не отпустит. Хотя неплохой прыжок. Но по итогу, слушай, развели на ульты. На самом деле, драка хорошая. То есть, по факту, минус Хрона, минус Татик Шторм, я так понимаю. Дрим Койл потратить. Ну, все ульты, короче. Да, мы Дум потратим. Но для Кибер Кэтса это отличная драка. Они убили топ-1 от Ворса. Если сейчас Хэры как-то затупят, замедлят с этим Рошаном до отката с пол-офф, то Кибер Кэтса камбэкует в игру. Но, я думаю, Хэры все-таки опытная команда. Сейчас могут пойти забирать обжективы. Ой, еще Детсу тут прыгнул, конечно, просто великолепно. Еще и Фейзер, разумеется, не подставил, да, в эту хрону. И вот оно, нападение. Это то, о чем я говорил. У вас закончились ульты. Дефать вышки вы не можете. Но тут решили именно минус носить, а не пойти на Рошана. Птичка одна, птичка вторая. Пак умрет сейчас, Егор, минус. Ну, вот это очень странно от Себер Котов. А дали все ультимейты. Я бы сказал, что у Пака сейчас орб очень медленно летит. Там птички буквально по пятам за ним бегут. И Эмбер, и не убежать теперь на Паке так спокойно. Возможно, нужно выходить в какой-то блинк. Сейчас пойдут в Рошана, скорее всего, еще. Можно. И вот вам и ХР. Все-таки сразу наказывают за долгие кулдауны. Не хватает киберкотам какого-то героя такого, который бы забирал эти обжективы за подращенные ульты. Тяжело из-за этого им играть. Причем стоял опс хороший. Можно было пойти сейчас наказать. Но не получится явно. А вот что точно выйдет у вас, друзья, это залететь на сайт Бэтбум и получить бонус 100% на ваш первый депозит. Отправляетесь по баннеру, по трансляции, которая находится, и лутаете. На самом деле там куча всего, классных ништяков и акций. То есть на протяжении всего турнира, если вы ставите... А мне кажется, круто ставить именно, знаешь, на весь турик. То есть когда ты смотришь на тенденции, на мету, все знаешь, и где-то даже по трафту можешь неплохо угадывать. Согласен, согласен. Ну что, ну вот он Аегис. Опять физор на топ-линии. Я не знаю, он страж какой-то этой топ-линии. Всегда там патрулируют, но его как-то находят каким-то образом загадочным. Уже в какой раз? Ну, не в первый явно. Так, Ноймбер отпушивает мид. Он не собирает вот эти вот молнии. Он просто на уверенный такой, знаешь, физовый билд просто... В драку. Орбов коррожен и БКБ. Чтобы этого пака, этого дизраптора, с чинов, с фистов постоянно харасить. И, ну, тяжело играть против такого. Можно еще дизоль, знаешь, собрать. Так он и будет, наверное. Он и будет, наверное, собрать дизоль. У вас дизоль часто именно первым этому, но он, видимо, понимает, что БКБ здесь это в смерти. Нет, без БКБ нельзя. Тут весь дэмэдж по факту магический. То есть там баша от войда, пак это вся магия, ну, тайт как-то тебе особо ничего не делает. Единственное, что все еще есть дум у оппонента, но это дум на четверке, у которого блинк непонятно когда появится. А уже есть. Он же в топе там набирал, разгонялся. Ты думаешь, он просто так там умирал? Нет. Он за бабки. За бабки? Да, за звонкую монету погнался. Но если Эмбер нажимает БКБ, на самом деле у него есть какие-то подсывы. Там и Грейв, и Марси ускорит. То есть... Есть хаста. Ускоряются пока что HR. Смотри, там потратили shift, но есть арба. Не, арба в кулдауне. Могли на Егору напасть, но не поверили. Да, чайные. Чайные попробовал дать, но пока там рандом такой, полурандом был. Там есть какие-то фишки. Через shift как-то, через атаку можно эти чайные попадать в толпе героев. Но просто так вам не расскажу. Долго рассказывать. Фокусу боя 12, кстати, апнуть, чтобы прям заряжать так заряжать эти реводжи. И БКБ на луне появятся. Ну, Блокен Кабара это не то чтобы конец игры, это пик силы. Здесь Гилдира, кстати, обрати внимание, он и в той драке, помнишь, напал на Тайды сейчас. То есть такое ощущение, что он просто байтит на себя. Мол, давайте, давайте, потрапите Гримс, потеряете позиционку, и мои тимаи-то вас накажут. Агилгир, кстати, нажимает льту, возможно, пачки не в конце читал. Сейчас льта не снимает дебафы. В итоге тратит спелл на 100 секунд кулдаун, чтобы снять себя гаштам. Накинку дезераптора первую молнию. Ну да, лучше нажать в крипов, на самом деле. Пофармить там. Да нет, но в дурачке мы видели. Очень много дамэджа от Марси заходит. Как прикольно выглядит спеллывайдос этой арканы. Блин, я... Мне тоже очень нравится. Прям кайф. Не, новые шмотки, на самом деле, они прям максимально прикольные. Главное, чтобы, знаешь, это все не превратилось в то, что мы вообще не понимаем, что происходит. Чтобы хрона там розовая не становилась или какая-нибудь там невидимая. Не знаю. Чтобы все было понятно. Но пока так и есть. Так, Егор ПТ, Вичблейд. У Егора, конечно, маловато пока что. Ну а на творца? Много, знаешь, таких мелких итомов. Купил и апнутые стики, и нулик, и ПТшку. Вичблейд из-за этого очень долго. Даггер задерживается. Не, ну Вичблейд нужен на пака, на самом деле. Да, да, но это итомы такие, знаешь, на раннюю драку. А ранних драк как-то... Ну вот одна была от них успешная, от котов, и все. Хотя, опять же, чисто статистически, Сайбер Хэтс это команда, которая убивает всегда. И даже прошлую карту они проиграли, но по убийствам лидировали. Тут тоже еще-то, ну... Сейчас Хэры подсобрались, знаешь, они более академично играют, развели врагов на спылы, забрали Рошана, забрали Митвышку, пошли вместе, и ничего не поделать даже с вашими ультимейтами, потому что уже две БКБшки... А, одна БКБшка есть, реально подходит, там Аегис. Рейбл решил в этой игре, ну, просто не умирать. У него, видимо, задача нафармить стату на Эмбер Спирити. Да нет, нет. Он просто Шиву соберет, и там вообще... Не, он шарит за этого героя. Шива, ты Фиста нажал, Шиву нажал. Там вся команда замедлена, просто никто не двигается, такие, ну... Еще и шар потом, кстати. Не, он пока красиво. В будущем появится аганим у этого героя, радо или поздно. Они ХГ форсят, ХГ форсят. Это, кстати, хорошо, всех стянуть туда. Главное, не подставиться, потому что все равно есть хроносфера, и можно не убивать этого Эмбер Спирита, а наказать всех тиммейтов. Тайп пока что танкует, полетели птички. Т3 вышки довольно больно. Эйчду уже в позиции, готов накидывать статик шторм. Ну, на самом деле, Эмбер стоит на фронтлайне с БКБшкой, и птичка под бафом Марси ломает вышку. Да. Там даже Луна с Аегисом не подставляется. Эйчду больно, кстати. Аегис на Эмбере. Аегис на Эмбере, что я туплю. Я думал, Луна на Эгис. Поэтому он и пушит. Так нет, Луне по кайфу. Там единственное, что ДД, возможно, стоит отойти, но понимают, что покуда они сбегают за дабл дэмэджем, закончится Аега. ДК Фогас продолжает танковать. У него очень много айтемов. Егор просто отходит отсюда, пытается продамажить хоть как-то сопернику. Но похоже, что это будет минус сторона. Нападение на Эйчду. Походу, имеется... Аегис, кстати, к штурму. Идеальный просто в Эмбер Спирита. Он потеряет свою первую жизнь на халяву, а потом можно продлить это хроносферой. Но тайны сейчас заберут. Да, имеется ровно... Хроно по троим! Просто хроно по троим! Сразу дум в Эмбере. Нет, его уже потратили. Но есть сейф от Дазда. Пока что неплохо наваливает здесь Луну, но она будет умирать. Эмбер Спирит сумел все-таки улететь, и он подумал. Надо убегать отсюда. В БКБ уже нет у Эмбера. Возможно, догонят его Сайлоса как-то. Может, его тоже убьют? Это смерть! Это минус 4, слушай! Как же задавили далеко ХР. Я только их похвалил, что они академично играют. И ни одного брака не снесли при этом. Там хроно по троим идеальное. Слишком задавил. Хотел разменять Аегис Рейбл. У него 30 секунд оставалось, но... Что-то команда за ним куда-то далеко решила пойти. У него было БКБ, но ему сразу дали Doom. Ой-ой-ой-ой. Хорошо сыграли Киберкэтс, перевернули игру с ног на голову. Опять эта парочка. Киберкэтс и ХР. Что мы за игры видим сегодня? Боже мой. Не получилось как-то Дизраптора быстро зафокусить. Он вот этим Статик Шторм, мне кажется, он игру сделал сейчас. Потому что он закрыл, Эмбер потерял Аегис, все, он драться не может. Потом Doom под него тут же по возрождению накинули. Мне казалось, Эмбер просто и хотел отдать этот Аегис за Статик Шторм, потому что у него осталось 20 секунд буквально. Думаешь? Даже БКБ не хотел сжать на это. Тай там на последнем хп дал. Реведж там с Эклипса не умер. Потом Бойт прыгнул в троих хроны дал. В Тесов забрали Барак, продолжали бы бить. Возможно, это было бы лучше. Потому что это хотя бы макроигра, какой-то небольшой плюс по ней. Здесь, кстати, будет нападение на Егора. А у Егора-то все в КД, нету ни арбы, ни шифта. И вот тебе и камбычная. Вот и Егор. Вообще, пока Эмбер там развлекал, нужно было просто бить Бараки, а не идти помогать ему. Может быть, он так и сказал, как-то мискоммуникация какая-то была, все равно игра выглядит так, что вот Хэйр идут, они играют первым номером. Оппоненты нажимают все кнопки, потом могут воевать в преимуществе. Потому что нету микроны ничего. Ну, кстати, кнопок-то и нет. Кнопок-то и нет. Возможно, сейчас будет ломаться этот хайграунд. Откидываться глимсом в луну, знаешь, типа, стой, ну не иди, ну не иди к нам. Пытался за доджет, кстати, Ватсан. Не получилось. А вроде ран 2 должен доджить. Как так-то? Вот я-то доджет. Ну, тут тяжело. Мне кажется, нет человек, который все сможет гримса за доджет. Ну, на самом деле, многие там тренили в этом тренинге в полигоне. Ну, конечно, да. Но просто тяжело все равно. Раны или поздно. Первая сторона есть. Первая сторона есть. Абашан уже относительно скоро. Нужно дождаться БКБ на луне. Опа, гримс полетел. А по кому интересно? По Ватсану. Ватсана просто выкидывает отсюда и уходит от Холорейзера. Ну, из плюсов, да. Какой гилгир и билд? Можно посмотреть. Интересно, он купил линзу или нет? БКБ, думаешь? У гилгира. А, смок, смок от Киберкэтс. Откатываются с пылы. Все есть. Рэвидж, и Хрона, и Дум. А стоит ли сейчас воевать? Просто смотри, там основной таймер 40 сек, а потом дополнительный. Они сейчас могут потратить все кнопки. Но, возможно, сделают это хорошо, потому что тут Думы не должны отпускать отсюда Раибла. Стянул на себя все кнопки. Там поставили еще и Дримгойл. Великолепный. Не будет сейва от Дазла. Как же круто играют коты в этом файте. Но приходит босс качалке под названием Визаж. Ставится Хрона сюда по двоим героям. Пока что Ватсон выживает, но тут все еще имеются ультимативные способности. Как же круто от котов. Вначале Хрона, потом Статик Шторм, потом Равага. Это минус 4 на ровном месте. Очень много спелов у Киберкотов. Невозможно это все перекатить. Каждый жмет БКБ, но потом новый спелл, новый спелл, новый спелл. По таймингу все жмут. Рэвидж идеально от Фогоса. Мидеймбер подставился. Потом Койл по двоим. Причем, мне кажется, если бы дали Граид, тут бы выживал Эмбер. Реально, он мог бы переживать, как-то улететь. Там вроде, да, там 20 тиков было, потом бы нажало с БКБшкой и было бы нормально. Очень обидно, что Даззл за ульт Дизраптора умер, подставился на Койл. И из-за этого уже тяжело дальше драться. Ну вот то, о чем я говорил. Сейчас смотри, Рошан появится секунд через 30-40, да, ориентировочно. А он уже появился. А у вас нет кнопок. А враги все рейснулись. И они по идее могут на халяву. Четыре тысячи уже ведут киберкоты. Возможно, они без ультов могут чего-то там устраивать. Ну посмотрим. Вот все-таки герой не только одной кнопки. Это герой, который с руки может лупить. Ну да, Каса Фокас пока не справляется. Он чистый, знаешь, там будет. Обидно будет, конечно. Перед Рошаном прям... Ой, зря подставился. Так, ну посмотрим, пойдут ли Хэр и в Рошана. Должны знать примерно тайминги. Повезло им, что суперранный Рошан рестнулся на самом деле. Будь этот долгий респ, возможно, у которого подкатились бы и кнопки там, и все такое. Да. Ватсон выходит в бабочку потихоньку. Кстати, по ощущениям, тут Рошан был прям в самой-самой минимальной. Да, да, да. Через 10 сек рестнулся после основного таймера. Да, повезло Хэр с одной стороны, но не рассчитались Аберкет с другой. Ну, как бы тут такая история, что Абер подставляется, ты на думе это видишь, что бы тебе его не цепануть. Нет, драчка идеальная была, просто сейчас Тайт умер еще после того, как фулдауна отдали. Это зря. Если бы пятеро были живы, там Пак как-то Кайлами, о, не Кайлами, Арбайм бы подчекал. Что, Тайт бы мог там поугадать, как-то потроллить, попробовать. Все-таки его не так просто убить. Луна выходит в бабочку, это, наверное, шмотка на победку, я бы сказал, потому что, ну, как бы БКБ, мы видим, здесь не особо работает, потому что тебя закрывают в хроносферу. Нет, БКБ уже есть, БКБ уже есть. Нет, я имею в виду, он вот нажал БКБ, простоял в куполе все это время. А тут будет бабочка, тебя будет тяжелее. Дизраптор уже почти аганим. Так-то у него осталось полторы тысячи до аганима. Возможно, возможно, тут все только начинается, как мне кажется. У Вайда там шарт появляется, он может спокойно дефить. Теперь туда-обратно прыгнул, шарт нажал. Этот второй спел нажал делейшн. На своем варде киберкоты попробуют найти драку, нашли Гилгира. Подставился первый Гилгир, умрет или нет? Ой-ой-ой, Статик Шторм хороший, на самом деле, но не доцепили совсем чуть-чуть визажа. Потратили Дрим Койл, уже минус две кнопки. Есть Травага, кстати говоря. Тайд, возможно, будет прыгать тут Хрона подвоем. Какая же хорошая, можно зафокусить Дазла сейчас на Шугеце. Не сразу нажал БКБ, из-за этого слишком долго убивал героя. Получилось все-таки. Тэп это сюда Гилгира, можно в очередной раз наказать Тайда. А все кнопки-то в никуда, забрали двух сапов. Дум прыгает, встанет, дает Дум по Эмберу. Луна живет, Луна живет, пытается убить. Убили Вайда, убили Вайда. Эмбер байбэкнулся, они живут все байбэки и сейчас будут просто идти в трон. Скорее всего. Просто ломать всю сторону или даже в трон идти. Нету кнопок у Киберкэтс. И два байбэка. О, Егор, только не это! А куда лететь? Нет, Блинк есть, Блинк есть. Можно уйти. И скипнуть пачку сейчас очень важно. Да, грамотно, грамотно будет скипать крипов. Ватсон уже пушит мид, уже понимает, что филотопойм не зайти. Но в миде, в миде, миде снесет, если вышку, могут сделать мега крипов. Это очень важно, забрать эту вышку. Грамотнейший Ватсон пошел в мид. Возможно, нужен баф от Гилгира, чтобы фулл хп быть от пачки крипов. Но пока Егор все делает грамотно, действительно. И там скипнуло, здесь. Но все линии ты не пропушишь, когда оппонент идет по одной из них. Линии 3, а Егор один. Линии 3, а Егор один. В том-то и дело, нужны тиммейты, они только ресаются. Там, кстати, из ультов есть только Дримкоил. Это вообще печально. Уже и трону больно прилетает, кстати говоря. Но, скорее всего, это будут мега крипы для Ашера. Главное, просто суицидуются в эти бараки. Все, у вас стоит на два товара. Вам ничего не сломает. Товар дэмэджи там минимум. Можно умереть. Главное, снести последнюю сторону. Да, там не умереть просто так. У Луны все-таки Аекис. Она стоит, бьет. Как вышка падает по баракам. Там просто огромный дэмэдж еще под бафом Марси. Это все происходит. О, статик штурм какой по двоим. Хорошо. Можно зафокусить Дазла. Прыгает сюда Шигетсу. Пытается хотя бы кого-то наказать. Сейвит здесь Гриммар идеально. Декафогас будет умирать, скорее всего. У него нет рэйваджа. Подходит сюда Шигетсу. Пытается файтиться без купола. Получается так себе. Луна ломает последнюю сторону. Фезер пытается давать хотя бы какие-то дизейблы. Егор уже здесь. И все, мясная драка пошла. Дорога. Но это минус три. Остается всего-навсего два героя. И последний барак добивают ребята из Ашер. Остался только голый трон. И только два героя. Без ульты. Это гуд гейм. Не, ну Ашеры в этой игре, конечно, отлично сыграли. Я прямо им очень доволен. Возможно, Саня Нофир дал инструкции, инструктаж четкий на эту игру. В отличие от предыдущей. И тут мы видим уверенную победу, академичную игру. Разводишь на кнопки, идешь, забираешь за это что-то. Да. Так так и было. И вот, возможно, от котов та самая драка в миде. Вот ты сказал, что она хорошая. А, возможно, она все изруинила. Да не, не, не. Ты не можешь не тратить кнопки. Но тебе нужно как-то их нажать и набирать преимущество. Просто потом нельзя подставляться. С Рошану, возможно, не повезло. Проблема в драфте, на самом деле. У вас нету героя, который заберет этого Рошана сам. То есть вы можете убить пятерых, как они это и делали. И вышки. И вышки. Вы не можете ни вышки, ни Рошана ничего забирать. У вас просто нету дэмэджа. До итемов на вайде. А там нужно очень много итемов. Возможно, нужно подумать. Ну, это игра очень красивая, на самом деле. Потому что, знаешь, в первом матче я думал, ладно, Сайбер, а ты за кого? А после первых ведут. Камбэчный от Ашер. И здесь то же самое. Вот вроде Ашера ведут. Потом этот файт во вражеском лесу, где было минус 4. Но это вот то, о чем я говорил. Ты берешь Тайда. Как бы хорошо, что ты танчишь. Но вот Тимбер, он танчит, он дамажит очень жестко. Согласись. И тавер демод у тебя появляется за счет того, что он стоит просто под вышкой. Тимбейтер все бьют. Ну, это early game тавер думаешь такой, да. Ты можешь давить как-то, спейсить. А тут такого не было. Тут спейса с оффлейна вообще не было. Там их просто вынесли вперед ногами. Как раз вот этот ранг 1, ранг 2. Пришли, собрались, знаешь, подсобрали, взяли сильных героев. Такие, ну все, нам надоело происходящее. Мы выходим в бой. ББР от Джоя разошли чисто, развалили. Ну, крутая игра. Ашера большие молодцы. Потому что вчера, мне кажется, они не смогли в моменте закончить, дожать своим преимуществом. Здесь у них все получилось прекрасно. Закрыли 2-0. Сайбер-коты влетают, но это та команда, которая оставит после себя хороший след и хорошее воспоминание. То есть я буду вспоминать и говорить. Вот коты, помните, как играли? Вот так вот. Жестненько было. Как же хороши были коты. А эти, ну кто это против Хэра вышел? Что это за люди вообще? Да-да-да. Что-то без шансов. Ну, мне нравится. Вот я говорю, каждый матч Ашер, он такой, на кончиках пальцев прям такие. Ну, похоже, мы с тобой уловили вот этот момент тенденции. Если первая карта им дается легко, потом тяжко. А если первая тяжелая, то 2-0. Ну, как, по двум сериям выборка. Ну, да, в принципе, тенденция замечена, ребят. Тенденция замечена. Уже все, да. Нам как большая дистанция для этого не нужна. Пишите в чат, как вам вообще. Если есть фанаты сайбер-котов, то не ленитесь. Забегайте к ним в соцсети. В различные, в наши, кстати говоря, тоже. И на паблик BadBoom подписывайтесь. И на паблик Fissura. Везде-везде-везде там. Фоловьтесь, чтобы ничего не пропускать. Следить, поздравлять команды. Согласен, согласен. Я уже везде подписан. Да. Так, посмотрим статистику этой игры. Что же тут было? По убийствам плюс-минус ровно. Общий урон опять, заметь. 64к. Общая ценность при этом недалеко ушли ашеры. Ну, катка была очень-очень близкой. Кибер-каты погнали за звонкой монеты. Руны богатства подсобирали. Но этого оказалось меньше, чем надо. Так, что мы смотрим по игрокам. Ватсон, Керри. Ну, когда похожие 5-3-3, 5-2-2, знаешь, такие типа схожие. Но общая ценность на 5000 больше. И все-таки-то Луна — это герой темпа. Он был готов умирать эти три раза, чтобы выиграть игру. Мне кажется, две катки подряд есть важная статистика по урону. Вот урона больше у воина, но Луна ломала вышки. И там было то же самое, помнишь? Они вроде всех убивали, но не смогли чего-то снести. Мне, кстати, это чем-то аутсайдерс напомнило. Помнишь, когда они играли с Кором Даунбрейкер? На Мажоре же это было, да? На Инте, по-моему. А, на Инте это было. Во-во-во, старым составом еще. И там некем было ломать товара. И они тоже доминировали. Да, они набирали преимущество огромное там. Да, было такое. Вот как-то так. Кстати говоря, к нам присоединяется Диди, и он сейчас... Дабл-Ди. За работой. Всем привет. Сейчас действительно будем смотреть, как же пошла эта битва. Почему сайберкоты, хотя казалось бы, выигрывали тимфайты, но не смогли выиграть эту игру. И моментики для вас, естественно, нарезаны. Начнем с самого старта, где очень четко подключался Эмберспирит. С самых ранних моментов, начиная еще с седьмой минуты, как можем видеть на таймере. Он переключался на линии, подбегал, гангал Дума спокойно. Там еще видел новую цель. Не стеснялся идти под Т1, забирать еще и Дизраптора заодно. Лутал себе денежки, лутал себе опыт. В это время пак, конечно, бегал на базе. Видим, что он так активничать позволить себе не мог. Хотя тоже уже имел ультимейт и мог пытаться куда-то переключаться. Ну, в итоге Эмбер в этом плане немножко его перескакал. И по крипам, видим, тоже Эмбер имел некоторые преимущества. Следующий момент. Интересная попытка реализации первых ультимейтов. Девятая минута. Пробовали подключиться. На самом жарком месте, конечно же, битва за руну та самая. И пытались тут реализовать, опять же, Дримкойл. Вот Дримкойл вроде поставили, но дэмэджа вообще никого нет. Третий левел, четвертый левел саппорты. Не могли, естественно, никак конкурировать с Эмбером. Пытались забрать хотя бы, хотя бы Марсы. Но даже это, как видим, получилось с большим-большим трудом. Вернули Эмбера здесь. Но это не получилось сделать. Как-то мешать. В итоге даже Егор страдает больше, чем сам Эмбер в этом моменте. И после этого, что самое-то неприятное, пришел еще Гетсу. Вместо того, чтобы фармить спокойно где-нибудь по лесам, по линии, он прибежал пытаться поставить хроносферу. И в итоге эта хроносфера просто постояла, покрасовала здесь своими арканами. И все. Урона, естественно, никого нет. И спокойно здесь Рейблд все переживает. Тут же еще и Малэйди пришел, чтобы если вдруг что-то пойдет не так, но даже и без него это спокойно переживалось. Следующие моменты. Вот те самые драки, где уже вроде бы все пошло как надо. 14-ая минута. Здесь ребята сражаются. Закрывают безмолвие Марси, чтобы не было никаких проблем, никаких подсывов, никаких внезапных ударов с прогиба. Дрим Койл по Визаджу не подпускают сюда. Ватсон там уже готов вроде бы идти помогать. Но этот момент проконтролировал Войт. Ставит отличную хроносферу, вливает туда урон. Здесь Марси опять же отдыхает. Под ультимейтом Дизраптора приходит Эмбер. Но тут уже ребята разобрались. Красиво пришел прямо под Ревич. Стоял, отдыхал, смотрел, как убивают его коров. И помочь, естественно, уже ничем не мог. Сделали два хороших фрага. И вроде бы драки начинают выигрываться. Следующая позиция. Та же история, но здесь уже сами. Команды Hellraiser спередайвили. Но, тем не менее, грамотно этим воспользуются Сайберкоты. Рейбл решил, что ну даст, надо убивать. Прыгает у него Аегис, может себе позволить. Как правильно, Кингер отмейтил 30 секунд. Надо бы как-то умереть. Надо бы как-то что-то придумать. Традят у него ультимейт. Вроде бы все неплохо. Но тут Войт выбегает и ищет для себя жертву. И, казалось бы, накрыть хроносферы было бы неплохо. Но есть одно, как говорится, но. Внезапно у нас тут угол не очень хорошо видно. Но давайте попробуем немножко открыть. Фогос просто стоит окруженный врагами. То есть они то ли игнорировали его, то ли еще как-то, не знаю, позабыли. И в итоге меняется цель. Шигец говорит, ага, у нас тут есть 15 человек. Давайте-ка я в них лучше сульчу. Прыгает, ставит хроносферу. Всех накрывают. Тысячи. Тот самый terrible, terrible damage. И сами за то, что зашли на базу, были наказаны. Рейбл уже помочь ничем не может. Естественно, здесь уже ловушка захлопнута. И ребята из команды Hellraiser погибают за попытку вот этого наглого врыва. Все один за другим рассыпаются. И эти моменты были для них потеряны абсолютно. Triple kill для Егора. Все вроде бы нормально складывается. Тимфайт за тимфайтом идут в копилку для команды CyberCats. Но, как видим, этого не хватало, к сожалению. Все еще. Нетворсы были в нуле. Все еще. Луна находилась на первой строке. Все еще за счет того, что ультимейты хорошо работают. Но глобально макро этого было недостаточно. Еще одна драка. Еще одна попытка как-то хоть кого-то разобрать. И вроде бы снова хорошая хроносфера. Закрывают здесь Даззла. Не позволяют ему ничего раскастовать. Пытаются добить Эмбер. Он пытался как-то подсейвить. Но, понятное дело, это не помогает. Погибает и Эмбер. Здесь его не выпустили из дома. Даззл, который пришел на подсейв, тоже сразу же стал целью для фокуса. И после этого хроносфера на двух героев. И опять же смотрим на фокуса. Как он спокойно, вальяжно здесь заходит. Ага, сейчас подойдем. Подождем. Видит, с рейспактом сразу тоже его подвел. Его все это устраивает. И следующий момент. Это где вот он дожидается момента, что заканчивается хроносфера. И спокойно дает ревич после закончившегося БКБ у Уотсона. В результате еще одна успешная драка. Снова забрали коров. Эмбера, важно 11 тысяч, Луну, важно 13,5 тысяч, и их не отпускают. Также еще вот туда по акции забирают остальных героев команды Hellraiser. Но, как видим, этого оказалось недостаточно. Давайте еще один тимфайт посмотрим. Снова сейчас закрыли. Здесь Даззла поймаешь, тоже очень важно. Не смог он никак подсейвить своего товарища. И Латсон стоит, пытается как-то вливать дэмэдж. Но видим, что здесь очень-очень серьезно настроен. Латсон и Шигетсу успевают улететь из-под фокуса, потому что приходит Эмбер. И, кстати, важный аспект, что в этом моменте уже есть шарт. Давайте посмотрим, шарт есть у Эмбер Спирита. Его смогли подфокусить в этом моменте немножко. Да, возвращается Шигетсу. Ага, попробуем забрать Эмбера. И у них это получается сделать, но тот самый шарт позволяет ему после байбэка вернуться обратно и сразу же продолжать контр-инициацию. Что для Аватсона, конечно же, очень приятно, вливать урон он может. Но нужен какой-то фронтленер, который будет всех ловить. Как видим, одного за другим они выцепляют и не отпускают с этого тимфайта. Хоть вроде бы смогли начать хорошо, но развить эту идею для себя сайберг это не смогли. И после этого сразу же поднимаются на хайграунд. И здесь видим, что получается весьма успешно справляться с вышками. Так и не сломали нижнюю линию, отдав все свои жизни. Так и не сломали верхнюю линию. Ну и последний момент, ну это тот же, где вот они подрались и, собственно, Эмбер вернулся и всех наказал своим байбэком. В результате команда HellRaisers, проиграв все тимфайты, выиграла эту игру. Да. Было примерно так. Ну, тимфайты проиграли тактически, понимаешь. Это как получить люлей, но после этого твоему обидчику что-то достанется. Это называется, знаете, как эшеровский гамбит. Эшеровский гамбит. Когда они пожертвовали с тимфайтами, но выиграли игру просто стратегически, они превзошли соперника, мне кажется. Ну, если вкратце, ну, это, мне кажется, мега простая игра. Вот ты берешь Тайда Войда, у них кулдауны 140 секунд. Если ты дерешься и после этого не забираешь Рошана, то ты проиграл, скорее всего. Тут, мне кажется, точно так же и было. Ну, хоть что-то забирать надо, но там не получается. Ну, вышки, да, в сторону, перетягивать оппонентов. И вообще мне не нравятся драфты, когда нет ни одного героя, который вне своего кулдауна долгого от какого-то ультимейта не может сражаться. Ну, допустим, пак только был. Но у пака, кстати, плохая игра, и он не мог дэмэджа нормально подливать. Тайд может как-то, знаешь, потанцевать туда-сюда гашек. О, у нас ревью. Интересно, с кем же это будет сюрприз? Это Рейбл к нам подключился. Ничего себе. Тот самый чел на линии с Башером. Сейчас про Эмбера. Друзья, пишите вопросы в чат. Сейчас будет учить нас человек играть на линии и на Эмбере. Давай. Я про Эмбера, ты про Ливер. Я про Ливер спрашиваю. Привет. Как у тебя делишки? Пока что. Так. О, вот сейчас слышим. Слышно? Алло, алло. Да. Дарова. Прием, прием. Как настроение после победы? Легко матч дался вам? Игра простая, сложная. Первая простая, вторая тоже простая. Должна была быть. Да. Кстати, как пришел к этому Башеру на линии, я смотрел, я просто охренелся. Сразу в лоб. Да, да, да. Я человек простой. Я вижу Башеру на линии, хочу спросить. Да, не знаю. Почувствовал, что это охрененная шмотка, потому что я нашел другого, решил его оставить. У нас особо контроля не было, а там все рейнджи бои-герои. Типа, если я буду бить Блэхоу или случайно кого-то забашу в рейнджи, то будет очень просто играть. Вообще, да, круто. Есть альтернатива в виде Хекса, но Вивер с Линкой как-то ему не дать этот Хекс. Хекс не хочет покупать. Да, да, да. Я прям фанат стал после. Или надо что-то придумывать через Хекс, Шудоблэйд, но так не захотелось играть. Не почувствовал. А раз мы про билды заговорили, на Эмбере тогда можешь тоже рассказать. Мы тут гадали, что же ты купишь после БКБ, думали, будет какая-то дизоль. Ты взял после этого Шиву и Шарп, насколько я просто... Танк такой, да? Да, ну, тут игра не очень хорошая для Эмберов, на плане, что тебе там дают Doom, тебе хочется купить линку, но там еще если найдет какого-то крипа, который тебе линку собьет и задумает тебя, все равно неприятно. Поэтому я решил, да, просто купить БКБ Шиву и Шард. То есть я купил БКБ Шард. Ну, во второй... Ой, говори. Во второй игре вы прямо на стратегическом уровне каком-то враги не взяли никакого дэмэджа по обжективам, просто жертвовали драками и потом забирали все. Респект, респект. Да, но в моем понимании это была супер тоже простая игра. Типа даже, да, я там немножко затравил, у меня брейллак случился. Когда мы шли на подсторону, я типа прыгнул, плохо кнопки нажал. А Эггис хотел отдать, да? Да, да, да. Да, ну, там этот ремнант пошел, 0,5 секунд, циркулдаун. А я немножко забыл про это в моменте. Кто-то пытался по-красивому сыграть, облажался. А так что, у нас очень большие кулдауны. Типа, да, они там выиграли файты, но, условно, они за это ничего не забирали. Если, на жилете, будет файт какой-то, они нажмут все кнопки в меня, допустим, если я поставлю специально. Нажмем вайбэк, прилечу на шарде и просто всех убью. Собственно, мы сделали и закончим игру. У нас еще просто пик такой, что если мы их вайпаем, то мы очень быстро сторонно сносим и закончим игру. В общем, красавцы, парни. Вы самая зрелищная команда этих квал. Вот лично я буду болеть за вас, думаю, многие тоже. Спасибо большое за интервью, собственно. Да, спасибо, что уделил время. Я вам желаю, чтобы следующий матч наконец-то оказался прям максимально простым. По крайней мере, с точки зрителя. Но, тем не менее, за вами действительно очень приятно наблюдать. Да, как первое с нами. Так же хотелось бы. Ну все, удачи дальше. Спасибо за интервью. Спасибо, спасибо. До свидания. Вот как-то так. Погай, мидера мы зацепили. Кто у нас был на интервью вообще? Помнишь, я фэнтезитиму хотел по интервью. Всех понемногу. У нас и сайдовый, и тренер, и мидер. А, второй мидер. У нас много мидеров. Потом надо у Диди будет интервью взять. Так как вообще? Итак, Дабл Ди, вы готовы к нам подключиться? Я вот с удовольствием, конечно, подключился, но потихоньку пора опускать уже следующую серию Best of 3. Тогда мы передаем полномочия следующим комментаторам, чтобы они у тебя интервью обязательно взяли. До аналитики пиков. Хорошо? Мы берем слово с Диди, что он все это дело проконтролирует. Ну он берет, ребят, я... Все, всем пока. Спасибо, что были с нами. Оставайтесь на канале. Сейчас будет все лучше. Или не лучше. Но матч точно будет горячее. Матч точно бомба. Матч точно бомба. Все, всем спасибо. Мы пошли. Спасибо, что были с нами. До завтра, друзья. Бубы. compost уже часы. Приятного. Все пустые.